И вынесено из разголовок нашего круглого стола, Политканского дискуссионного клуба, вопрос эко-поселения России социальный андеграунд или новое социокультурное модель развития. Мне кажется, этот ответ очевиден. Конечно, это социокультурное модель развития, только наша задача сделать так, чтобы там было поменьше от андеграунда. И побольше от грамота. Я рад вас приветствовать от имени руководства Российского экономического университета, от имени ректора Виктора Ивановича Гришина. Российский экономический университет имени Леханова, вы, наверное, знаете, достаточно известный в стране. Говоря за первым экономическим вузом страны, 106 лет назад созданным по инициативе Купцов, то есть бизнесменов, другими словами, до сих пор он привел десятки тысяч специалистов, которые работали во благо нашей экономики, нашего народного хозяйства. в самые разные периоды существования нашего государства. И в нем немецкий, и советский, и нынешний республиканский. И мы рады, что наш университет может приветствовать и служит площадкой для дискуссии о такой очень важной проблематике. Мне представляется, что нам нужно обсудить несколько проблем. Значит, ну, во-первых, подняться немножко на конкретные примеры, которые мы все, конечно, все вы, конечно, полны, и попробовать оценить, какого рода типы экопоселений сегодня можно увидеть. Какую тему поселений, то, как они, вот, так сказать, модели, какие уже в этой сфере сосны. Это первое. Второе. Какой существует тренд развития, то есть в каком направлении человекополизания. Третье. Как этот тренд, эти модели соотносятся с тем, что происходит в других странах. Мы повторяем. Или, так сказать, у нас другое какое-то течение. Какой, так сказать, сделать четвертое. Собственно, в каком направлении движется ситуация в мире в этом отношении. Пятое. Какой существует, какая существует государственная политика в этом отношении. Она достаточна, недостаточна, требует коррекции. Какой коррекции требует. Из этого декает следующее. В рамках государственной политики, какое существует на сегодня законодательство, законодательная база, которая тоже может быть изменена, не изменена. Кроме законодательной базы, какая существует политика регионального руководства в этой связи. Поскольку она в данном случае имеет критически важные значения, политика регионального руководства. Кроме того, другие структуры исполнительной власти. Как связано с этим? В ресурсе экономики, в ресурсе образования. Может, нам нужно специальности вводить. Может, даже нам здесь. Мы, если вот докажете, сегодня будем рады здесь ввести новые специальности. Может, будем учить людей, менеджеров экопоселений. Да, еще, так сказать, какие-то. какие наиболее острые актуальные проблемы сейчас сталкиваются у тех, кто занимается этими экопоселениями. Какие существуют взаимоотношения к поселению с окружающим социумом? Как, так сказать, социум взаимодействует? Это еще более жестко формулирую. Как нам сделать так, чтобы экопоселения не превратились в наборы в тоталитарных сеть? Значит, и как обеспечить нам здесь как бы с одной стороны совершенно очевидно идентичность своеобразной, в этих экопоселения естественно должна возникать, поскольку она нужна для мотивации. И как сделать так, чтобы идентичность не вступала в противоречие с идентичностью окружающихся, идентичностями окружающихся. Вот такие вот, как бы, не видится основные вопросы. Значит, докладчик 1, у нас должен был быть Игорь Неменевич, но он отсутствует сейчас. Поэтому я бы предложил уже нас по списку представить слово следующему докладчику Места Игоря Неменевич что-то представить слово Кончарову Ивана Савиславович писатель Украинского Совета Центра экологических инициатив Нева Эковиль. Нева Эковилья социальной антарки активно социальной экономическому развитию. Пожалуйста. День добрый. Мы, коллеги, договорились, что у нас регламент здесь 10 минут. Я сейчас сказать, предлагаю его сократить. Поскольку мой опыт говорит о том, что для того, чтобы дискуссия состоялась, регламент должен быть виден. Вот недавно я совсем беру круглый стол на всемирном экономическом форуме границей был ведущим, там я поставил регламент 3 минут. Поскольку вы люди гармоничные, то вам 3 минут действительно не уволит. Нет, если говорить, то я могу уложиться в 20 секунд. То так же, как вы сказали. Я предложил вам все минуты. все вы как усилили? Все. У нас все здорово. Вы понимаете, дело в том, что 7 минут согласны? Нет соревнования? А если нет, согласны? Не согласны. Голосуем. Пусть выступят полностью. Это окруженные докладчики. Хорошо, я понял. За голосуем. Кто за 7 минут? Кто за 10 минут как мы заранее сказали? За 10 минут больше? 10 минут? А за 20? Все. Победили. Тогда у меня просьба. Дело в том, что у меня презентация все-таки подготовлена довольно длительная. Вы через 10 минут вправе меня остановить и я совершенно спокойно. Если будет интересно, то вы можете дать мне еще время. К сожалению, я сейчас не могу включить презентацию. Технический вопрос. Хорошо было бы решить. Дорогие наши организаторы, как бы нам запустить презентацию. Я надеюсь, что это не входит в мои 10 минут. Мы с Игорем вчера договорились о том, что поскольку данное выступление будет у нас в стенах экономического университета, Игорь попросил и не рассказывай о социалке, расскажи об экономике, о туризме. Я сказал, хорошо, попробую уложиться в 20 минут. Дело в том, что я бы хотел представить сегодня первый интеллектуальный продукт, который возник у группы людей, имеющие опыт более 20-летних социальных экспериментов, опыт тех людей, которые непосредственно осуществляли ее на площадке нашей Небой Камир и опыт российской сети поселенческой. Если бы вы мне еще показали, как двигаться. Все прекрасно. Поэтому вопрос бега я не буду вам рассказывать про наше поселение, я не буду про сады рассказывать, я не буду рассказывать про наши огороды, про наше прекрасное животноводство, про нашу идеологию тоже не буду рассказывать. Не буду рассказывать про наши праздники, не про наших мастеров, которые делают прекрасные речи, я вам обязательно расскажу о том проекте, который у нас формировался буквально год назад. Дело в том, что мотивом к данному проекту, к рождению данного проекта нам подвинуло, как ни странно, наше правительство. Вы знаете, мы 20 лет сидели в таком замкнутом нашем пространстве. мы не могли развиваться из-за того, что территории вокруг нас были сельхозназначения и в правом отношении мы не могли получить земли под наше развитие, но совхоз благополучного умер, а наша власть сказала, что ребята, надо что-то делать с брошенными землями. И тут мы увидели, что для нас возникло, для наших проектов, для нашего движения возникает одно возможности, что сейчас инициатива снизу может быть ваконята и востребована инициативой сверху. И мы, наконец, двигаясь снизу, а не сверху, мы где-нибудь встретимся в нашей реальности и может быть что-то сложное. Причем нам стало ясно, что перспектива развития, что искать пути решения нужно именно в концепции устойчивого развития. Причем устойчивого развития поселения, устойчивого развития территорий, а сколько невозможно говорить об устойчивом их развитии в рамках какого-то маленького локального поселения. Поэтому возникла у нас такая программа. К ней в их разработке подключились не только наши корейские специалисты, но подключились московские команды в рамках социальной СИГУ, социальной институты гражданского общества. Мы сейчас площадка первая площадка я тороплюсь нервничаю мне дали 10 минут поэтому прошу прощения за некоторую сумбурность и иллюстративность материала. Наша площадка предполагаемая территория которую мы хотим развивать в рамках нашей программы это она находится в Северном Приладожье приблизительно площадь 10 на 10 километров. В чем что очень интересно события развиваются следующим образом когда мы пришли к нашим органам власти и сказали дорогие мои вы сейчас вы имеете деградированные и деградирующие территории вы хотите чтобы мы для вас и для нас естественно разработали программу социально-экономического развития локальной территории ни района ни сельского поселения громадного потому что сельское поселение как административная единица это достаточно большое административное территориальное образование мы хотим и готовы разработать вот конкретную небольшую локальную программу под несколько под сеть поселений под сеть уже существующих но деградированных поселений с брошенными землями с заросшими кустарником умирающими поселками причем к нашей нашей инициативе присоединились несколько организаций серьезно я уже сказал что это социально-экономер общество Москва в рамках которого такая инициативная группа сформировалась Мичуринский государственный аграрный университет затем у нас Санкт-Петербургский государственный университет институт теплофизики Новосибирска это все те люди это все те участники с которыми в течение 25 лет сотрудничали в рамках тех или иных проектов цели программы которые мы определили это создание модели нового качества жизни и формирование новых возможностей социально-экономического развития на основе нового комплексного культурно-эколога информационно-технологического уклада ликвидации бедности сельского населения и реализации механизмов самоуправления сельских территорий вы знаете данные все цели программы возникли поверьте мне не компилируя какие-то существующие материалы это четко осознанные пережитые и ну скажем так изученные данными на своем на своем опыте материалы дальше состав программы что мы вложили как территория что значит устойчивое развитие какие направления устойчивого развития должны быть определены чтобы испроектировано чтобы это состоялось это объемно-пространственное и технологическое развитие территории это развитие локальных сообществ это очень важный момент который нигде пока не был озвучен и в общем-то мало кто представляет как это делается информационное развитие территории экономическое развитие и механизмы реализации программы как это все делать Если мы говорим об пространственном технологическом развитии, мы его стали формировать на основе четырех основных кластеров, таких даже пяти кластеров основных. Это селительный, туристический, кустарный, лестничный, агропроизводственный и учебно-консультативный мультикластер. Я быстренько пробегусь, поскольку материал это второй туристический кластер, это у нас кустарный, это сельскохозяйственный, где размещены объекты переработки. Это мультикластер, учебно-консультативный, информационный медицинский. Вот развитие локальных сообществ, тема достаточно сложная, азартная и болевая. На этом ломается все, иначе мы можем создать самые прекрасные формы, мы можем придумать самые замечательные технологии, но если не будет живого организма, этого социума, людей, которые захотят и смогут жить вместе, и реализовывать, саморазвиваться и самоуправляться, все остальное бессмысленно. Вот опыт эко-поселений сегодняшний, он и дает, дает сегодня тот материал, изучая который, и анализируя который, мы можем найти и нащупать, естественно, используя современный международный опыт, мы сможем найти те алгоритмы решения, которые нам позволят смоделировать, спроектировать и смоделировать эти сообщества. Ну, я сейчас просто пробегу, сейчас определение уже, значит, пробегу, поскольку цепно у нас во времени. Информационное развитие территории, это создание развитой инфраструктуры, среды. Экономическое развитие, я сейчас, может быть, остановлюсь на этом более подробно. Достижение экономической состоятельности и высокой эффективности, экономической эффективности в деятельности входящих в проект хозяйственных субъектов. Что мы закладывали? Проблема у всех, когда поселение, ребята, за что живем, то есть за что кушаем. И это у всех колоссальная проблема. Многие сегодня так и не могут ее решить, и это тоже требует серьезного проектирования, серьезной проработки, профессиональной. Мы заложили как основной градообразующий бизнес, да, территориообразующий бизнес, мы экологический туризм. Он очень индиверсальный, он многофункциональный, и все остальные, сельскохозяйственные, местные промоста, строительство, информационные технологии, они будут привязаны. Они будут существовать как самостоятельно, так и в единой сети, в единой программе вместе с экотуризмом. Но каждое из данных направлений прорабатывается конкретный проект. Каждое данное направление прорабатывается детально с проектом, со всеми, как бы, бизнес-планами, технологическими обоснованиями. Если говорить о проекте организации экотуризма, это Лазовское земноморье. Этот проект мы разработали еще в 97-м году, была по этому проекту, по этой программе, была проведена первая в России конференция «Пешком по России». Мы выиграли федеральный грант тогда совместно с московской организацией. Проект «Деревня мастеров» у нас сегодня, ну, наверное, процентов 40 людей, имеющих высшее образование, причем высшее образование, вообще, на самом деле, их 90 с лишним. Но высшее образование мастеров имеют, ну, прикладное, да, это художники, скульпторы, это архитекторы, это те люди, которые непосредственно связаны с творческой средой. И, вы знаете, ремесла действительно везде присутствуют во всех деревнях. Ну, строительный и материнский сад, который у нас возник, эта программа возникла еще в бытность нашей стартовой команде на Валааме. Мы восстанавливали вландские сады с нуля, и тогда работали с Мичуринской академией. Данный регион был очень интересен для Мичуринской академии, и они предложили нам такой совместный проект, который мы разработали. Быстренько видовой ряд, да, той территории, на которой разворачивается наша, чтобы вы сейчас немножко отдохнули от этих букв, слов. Вы увидели, что это старый город, сортовал этот старый город Сердов, 20 километров от нашей территории. Вот это побережье, на которое выходит наша территория, это Ладожские Шкеры. Прекрасный район. Значит, здесь сегодня создается национальный парк Ладожские Шкеры. Мы договорились с Петербургским государственным университетом, факультетом географии и геоэкологии, да, как это становение международного туризма, о том, что они используют наш проект как базу для обучения, для студенческой практики, да, и для защиты своих, ну, научных степеней. На следующий год у нас планируются уже первые выездные разработки. Мы, фактически, используя данный ресурс, получаем готовый продукт, готовые материалы по турмаршрутам. Наша территория находится, вот внизу вы видите светло-зеленый цвет, это как раз территория национального парка. Наверху громадный массив до пограничной зоны уникального ландшафта и лесной нетронутый массив. Мы находимся между двумя транспортными магистралями. Причем сейчас строится мощная магистраль, Санкт-Петербург сортовала, четырехполосная, два с половиной часа, то у нас ситуация изменится кардинально. Основные виды экотуров, инфраструктура, которую мы выстраиваем, она четырехуровневая. Начиная от оформления маршрутов, дальше система мобильных жилых модулей, лесная хижина, сеть сельских домов, гостиниц, которые позволят людям, в общем-то, размещать в своих домах или в гостевых домах на своих участках туристов. И сеть специализированных гостиничных комплексов. Я уже говорил о том, что практически за 20 лет те работы, те проекты, которые мы делали, они вошли в эту программу. Опять же, в 1997 году мы выиграли проект ТАСС по оформлению маршрутов, туристических маршрутов при Ладожье. И оно вошло. Вот проект хижина, который мы сделали специально для национального парка, чтобы не минимизировать, например, нагрузку на экосистему. Так что, сельское хозяйство. Сельское хозяйство, ну, тоже вопрос, все пытаются его развивать, все не знают как, очень-очень много споров. Базовый проект, который мы взяли, это как раз вот проект создания такого эколого-биологического научно-образовательного центра «Материнский сад». Это с Мичуринской академией совместно. Мы размещаем на острове в 27 гектаров такой материнский сад, пытаясь создать им генофонд растений, которые не могут на себе разобрать существовать, и создадим научно-исследовательскую базу. Причем даже сырье приводил маленький пример, такой очень иллюстративный, почему у нас, да, почему Карелия. Когда делали анализы по биологически активным веществам, то яблоко, выращенное у нас, в шесть раз по содержанию биологически активных веществ превосходит яблоко, выращенное во Франции или в Испании. Это действительно так. Опять ледовой ряд. Сейчас я просто пробегусь, чтобы... Ну, цель, да, это, я уже сказал, доработка, демонстрация, создание материнского видового, создание опыта демонстративного. Я думаю, что фееричность всего этого проекта впечатляет. И, к сожалению, 10 минут для меня малое время для его презентации. Значит, еще один проект от «Деревья инвестеров». Все эти проекты, они реальные, за ними стоят реальные люди, реальные партнеры, реальные инвесторы. Ну и, естественно, строительство. Естественно, строительство, поскольку вся программа, весь комплекс, строительный комплекс, будет выстроен на принципах энергосберегающих технологий, то здесь давнее наше сотрудничество с институтом теплофизики Академии наук Новосибирска, ООО, ЭКОДОМ, вот здесь у нас с ними давно уже есть проект создания демонстрационной площадки. Ну, в общем-то, и все. Не обложился. Спасибо большое. Я просто почему-то же регламентом оставил, потому что, чтобы было возможность задать вопрос, ответить на вопросы, чтобы какая-то дискуссия была, чтобы был мозговой штурм. Мы, знаете, не каждый, так сказать, вот в одиночку говорил. Была какая-то, существовало, соответственно, сообщество. Я, кстати, послушал и подумал о том, что вообще-то, я ведь в общественной палате состою, по-прочему, в комиссии по здоровью нации. И я думаю, что в принципе-то, наверное, было бы правильно, поскольку вот то, что вы делаете, непосредственно имеет отношение к здоровью, тоже у нас все люди, и к здоровому образу жизни. Комиссии? Я уверен, что наши коллеги согласятся, надо подумать. И тоже, может быть, а кроме этого, может быть, какие-то мы согласуемся чисто оперативно. Может быть, чтобы кто-то, так сказать, я там, еще какие-то наши коллеги, могли просто приехать сюда и посмотреть в свои глаза, что это происходит тогда. Ну, я думаю, не так трудно и добраться, да, и сначала по-разному этим в селе немножко проехаться, да, а потом провести такое заседание общественной палате, вывести это новое заседание комиссии по этому вопросу. Здесь Сергея Заржайки, в руку глупый. Значит, так, следующий у нас... А? Вопросы по тому, чтобы у нас было в этом случае выступить. Вроде есть, значит. Следующий у нас по-разному. Лазуткин, Федор Леонидович, Лазуткин, Федор Леонидович, Лазутита, руководитель Центра Естественного Всеволодства Игорода Игоря Медлинко, президент Российской социальной сети и Глобул Экология Речащая Нетблок, тема жизненный цикл «Альтернативное восприятие генамика царей смыслов» и «Столика поселения корчек». И следующий у нас выступает Карл Анатолий Евгеньевич. Да, вы что-то появились в стиле первого наказчика. Да, он сейчас, он, придет себя. А, кстати, сказать, а вот, например, в общем, продолжай вот это. У нас будет конференция во Владимирской области на следующей неделе, поэтому вот поселение родной, может быть, даже можно бы заедаться. Да, просто стептика региона-то, ладно, мы как-то, в общем, порядке, мы будем заедать. Здравствуйте, мы так меня уже там представили. Ричард Анатолий Евгеньевич, 10 лет жил в экологическом поселении. Корчек, там не упомянуто, но, собственно, это с него эсперой начиналось. Вот, 10 лет мы подшлим с семьей, и 7,5 лет занимался организацией. Вот вопрос юридического господина этого, конечно, поднялся. Сейчас занимаюсь новым проектом, так же, как у Ивана Гончарова. У нас есть большой проект, красивый, интересный, начинающийся. Кому интересно, подходите. Мы ищем сотрудничества, взаимодействия и, в общем, какое-то, поднялся. Дальше, развязывается методом, и, естественно, выживаться в русской области. Вот. И там было упомянуто, что есть сети по поселению. Ну, как юридическая организация, мы взаимодействуем с этой сети. И миссия сети – это действительно нести как бы идею экологического образа жизни, нести в окружающих иностранствах. Вчера вообще с такой форматом форматом, значит, было тоже у меня выступление. Там больше мы говорили, я больше говорил о целях, смыслах, что такое по поселению, зачем люди едут к нам по поселению, что происходит в мире и немножко у нас в стране. Но я так понял, что собравшиеся артисты уже знают все эти вопросы. Что такое по поселению? Компионатива, да? То есть нет смысла в этом. Да, хорошо. Но суммируя, я бы так все-таки сказал, что с моей точки зрения, это поселение, на источник, это не есть набор ответов на вопросы, то есть это не что-то устоявшееся, куда можно приехать, посмотреть, оценить, и сказать, что это люди, которые все знают, которые все уже у них. Это поселение – это эксперимент. Эксперимент достаточно такой длинный. То есть это история в мире уже около 50 лет. В мире много эко-поселений, и, ну, как бы успешных из них не так много, а таких больших, известных, устойчивых, старых. Но я бы сказал, что эко-поселение, эко-эксперимент – это попытка построения альтернативного образа жизни, можно так сказать. И вчера мы говорили о том, что… Ну, какой основной мотив? Основной мотив – что действительно люди хотят построить альтернативу. То есть есть такое ощущение, что в этом мире что-то происходит не так, что-то движется не туда, что в этом мире нет устойчивости, и что он не соответствует идее эко-поселения о том, что надо устраивать жизнь так, чтобы она могла продолжаться бесконечно долго. Ну, то есть будет как общий смысл эко-поселения – это попытка построения альтернативного. И люди, которые исследовали эко-поселение, они говорят, что, ну, как бы там есть несколько составляющих, которые обязательно должны быть учтены, и экономика поселения – это одна из составляющих. И только одна из составляющих. Есть управление, социальные аспекты, смысловые, взаимодействие социумом, ну, и плюсы с этой экономикой. Что касается списка вопросов. Значит, какой тренд? Я вижу тренд такой, что эко-поселения разбиваются во всю мире у нас в стране, они интересуются больше и больше людей, о них узнает все больше и больше людей. И, в общем, эта тема живая, и тема такая динамичная. Это такой тренд. Один из интересных трендов заключается в том, что 50 лет назад, когда возникали первые эко-поселения, это были действительно, в общем, маргинальные поселения, то есть это были хиппи, которые ставили какие-то, так сказать, вагонщики там, значит, вылили там малипаду и там что-то выращивали. Где-то лет 20-25 назад ситуация изменилась, и только поселения поехали обычные люди. Обычно это имеется в виду те, как бы, ну, наши соседи по личной площадке. Почему поехали? Вот по, как будет, из-за этих смыслов. То есть обычные люди, это те люди, которые уже сделали карьеру, которые уже устроили свою жизнь, уже у них все хорошо, и они поняли, что они дальше так жить не хотят. И решили что-то кардинально изменить. Ну, и, так сказать, как один из вариантов, это эко-поселение. Это вот такие люди и другие, значит, другая часть, это молодежь, которая посмотрела на своих родителей и сказала, мы сразу этого не хотим. Сразу хотим жить как-то антиза. То есть я бы сказал, что тренд заключается в том, что эко-поселениями на сегодняшний день интересуются обычные такие люди, нормальные, социальные, успешные. И я бы даже сказал, что несмотря на большое количество людей в движении по поселению каких-то странных, и, так сказать, может быть, неадекватных, и каких-то, так сказать, ну, самых разных, все-таки в гостях этого движения это люди, ну, как вот такие обычные, социальные, активные, адаптированные, с которыми можно разговаривать, общаться. Вот. Ну, это как бы вот такой тренд, я бы сказал. Что мы веду под идентичностью? То есть что такое эко-поселение, а что такое неэко-поселение? Вчера я перечислял, сейчас, но мне все равно хотелось бы еще раз перечислить, что такое эко-поселение идентичности. Как можно узнать, распознать, эко-поселение или неэко? Ну, например, вот наше эко-поселение можно распознать в отсутствие забора. И тоже такая хорошая эко-поселенность, и всем это очень нравится. Но это очень необычно. То есть ты приезжаешь, ну, где забор? Есть там какие-то же выизгороди, дома разбросаны, просто там деревья растут, а вот нет забора. И это, вы знаете, это очень здорово. То есть это как бы воздействие на пространство. Ну, в плане вот такой эко-поселенности можно сказать, что все эко-поселения, ну, во всех практикуются экологическое настроение. Ну, как векное такое. Мы строим, если люди стремятся строить из местных материалов, экологические дома, как бы здоровые, такие простые, надежные, теплые, небольшого размера, это как бы такой тренд. Следующий тренд – это земледелие. Во всех эко-поселениях практикуются экологические земледелия. Органическое, экологическое, термокультура, повышение биоразнообразия. То есть вот как бы такая вот работа земледелия. Во всех эко-поселениях тренд – это альтернативная энергетика. То есть попытка все-таки перейти на альтернативные формы, на обычное использование энергии. Во всех эко-поселениях тенденции – это экологические технологии. И во всех эко-поселениях, конечно, тенденция… Ну, это как бы вот люди стараются жить так, чтобы оставить как можно меньше грушащей природы. Ну, как вот такое вот такие травицы, можно сказать. Так эко-поселения отличаются. Какие проблемы у эко-поселения? Вот совершенно там замечательная проблема – это когда поселение строится. У нас в стране, слава богу, такого еще пока нет. У нас вышло рассказывать эко-поселенцев с рубежом, которые живут. Вот там замечательное эко-поселение Вуругвая. Вот они еще не строятся рядом с ними, покупают землю, фиба Монсандо. И начинают свои поля, обрабатывают терпицидами, самолеты. Фотографии все, которые я видел. То есть летит самолет, распыляет. Причем там стоит деревня. Не это поселение, а деревня. И как бы самолеты, деревня тоже опыляет вместе с детьми, со школой, терпицидами, пестицидами. И это проблема, потому что эко-поселение оказывается рядом с территорией, где применяются очень активные химические вещества. И уже, так сказать, поддержание биоциноза, в частности, пчеловодства, оно становится невозможным. И сделать люди с этим ничего не могут. Вот конкретно в этом поселении они пытались, но ничего, конечно, не получается. Это слишком сентаративно, чтобы что-то с ней сделать. Вот. И, конечно, вот эта вот опасность, что мы построим это пространство, а рядом, так сказать, боятся, как и химические земледелия, она существует, а она, в общем-то, вот такая тема. Есть тема вырубки лесов. Практически большинство эко-поселений России с этим сталкивается. Да не только эко-поселения, садовые товарищи, а просто люди, которые живут в деревне, просто приезжают, так сказать, в эти машины, да, и начинают нарывать леса. Вот, как бы так, немножко так, с словом. Значит, немного про экономику. Раз уж мы собрались в таком месте, раз уж у нас дискуссионный клуб, то я скажу, что экономика будет. Значит, экономика, то есть эко-поселение – это попытка создания альтернативной реальности. Альтернативных – это же люди, которые живут в эко-поселениях, они видят, что система, ну, та цивилизация, которая есть, она разрушает природу, она разрушает человека, и она, ну, как бы, движется к экологической катастрофе, хотя вчера решили, на эту тему не говорить. Слишком много про нее говорили, да. Вот. Значит, соответственно, попытка построить другую, ну, нет, другую такую альтернативу. И оказывается, что экономика эко-поселения, если она действительно хочет быть эко-поселением, экономика эко-поселения входит в разы есть, входит в противоречие с большой экономикой, той, которая принята сегодня. Вот, современная экономика, она, как бы, вот противоречит экономике эко-поселения. То есть это разные. То есть, если мы строим эко-поселение, то эко-поселение строит альтернативную экономику. Альтернативная той, которая существует сейчас. Но не той, которая была 100 или 200 лет назад, тогда тоже была, ну, там, пуританская философия, например, там тоже были идеи, так сказать, мы не портить окружающихся революбов, что вещи служили как можно стройче, чтобы передавать испоконять, в жаление и так далее. Вот. Ну, пример такой, самый примитивный пример, я это не очень привожу в такую историю, вот человек сорвал, съел яблоко. Значит, если я просто со своего дерева сорвала с его яблоко, то я сделал главу себе, потому что яблоко вкусное и полезное, но я не внес никакого вклада в мировую экономику. Ну, если я купил яблоко в магазине, а выращено оно в Аргентине, то я тогда совершенно замечательный участник мировой экономики, мне нужно бросать памятник. Почему? Потому что все задействовало на транспортные потоки, значит, производство грузовиков, все, значит, магазины, все, так сказать, там, ну, добыча нефти, значит, те организации, которые производят, так сказать, технику и так далее, в общем, все задействовало. Яблоко-произведенный аргентин, и я, так сказать, вношу вклад в мировую экономику. Вот. Мировая экономика сегодня настроена на то, чтобы производить как можно больше товаров, производить как можно больше, повышать ВВП, и, в общем, ну, как будут ускоряться, 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 бесконечный рост. И мы пришли к тому, что вот, жители в Соединенных Штатах Америки, например, если он покупает в магазине не пищевые продукты, то не ближе там 10 процентов живет больше трех месяцев. Остальное все же три месяца выпасывается. То есть, для экономики выгодно, чтобы мы ели из одноразовой посуды. Поели выгодно. Правильно? Вот. И вот экономика эко-поселения, то есть, эко-поселения, или, скажем, люди, которые строят альтернативы, считают, что вот эта форма экономики, она является, ну, как бы, одной из форм разрушения, то есть, по отношению к природе. То есть, вот это вот, как бы, лозунг о том, что производим как можно больше, он как раз, он, да, он как бы и разрушает природу. Поэтому экономика поселения, она другая, она альтернативна. Она направлена на человека, на его здоровье, на здоровье природы, на восстановление природы. Вот. И она, конечно, здесь, ну, не очень, так сказать, увязывается с первыми задачами обычной экономики, ну, так в общем, альтернативная экономика, давно уже исследовано, про это написано в книге, сорок лет назад, значит, все эти идеи развивал Шумахер, ну, как известный экономист, и тут, собственно, говорить, особо не о чем. Основная экономика заключается в том, что процентов 80 того, что нам нужно, мы производим здесь же на месте. Это основа альтернативной экономики. Значит, все продукты питания, стрем материала, может быть, и одежда. Вот мы произвели прямо здесь. Там процентов 10 произведено, набратья 10 километров, и лишь на процентов тоже 10 мы транспортируем вот тут истерика. Ну, то есть, это данная вторая экономика. И, соответственно, если мы, и вот эти альтернативные поселения, они когда экономики стремятся, то есть стремятся вращиваться на месте, стремятся, так сказать, и строить материалы, добывать, ну, как бы, идея, чтобы они были там ряточком, и все такое. Вот. Но для того, чтобы все-таки что-то получать, мы пользуемся компьютерами, лоббинниками и так далее, вот, мы что-то выдаем к спецназу. Поэтому стандарты, вот, это поселение, экономика, это поселение, обычно это продажи экологически чистых продуктов, там, в тот же самый город, это рекреация, то есть отдых, там, горожан, это какие-то образовательные процессы, вот, это информационные услуги, это консультации, ну, плюс, так сказать, в поселениях живет много людей, которые, там, айтишники, работают дистанционно и так далее, но даже работая дистанционно, они стараются работать в тех организациях, которые не вредят к жившему, здесь не в массаже. И поэтому, говоря о том, что нам нужно строить альтернативу, она нужна ее строить, поскольку, но этого все уже, деваться некуда, мы говорим о том, что нужно строить и альтернативную экономику, и, так сказать, вот этот год, ну, никуда от этого не денешься, что-то, либо, так сказать, в конце концов, ну, как-то это произойдет само собой, только гораздо более разрушительно для человеческих людей. Но при этом альтернативная экономика, она, конечно, не очень вписывается в, так сказать, рост ВВП и задачи современной экономики, но она вписывается в задачи личных двух человеческих, то есть живя в их поселении, люди чувствуют себя гораздо более, как бы, расслаблено, потому что все, вот оно, все здесь рядом. Продукты, соответственно, высокого качества, поскольку это органическое земледелие, воздух, вода, само собой, киеки, ну, как бы, строительство. Давно доказано, что экологическое строительство, оно и дешевле, и теплее, энергоэффективнее, и во всех отношениях, вот, но почему-то экологическое строительство во всем мире не продвигается, то есть, понятно, почему, потому что, если люди строят эко-дома, то, так сказать, им не нужны кредиты, им не нужны строительные организации, которые производят, так сказать, кучу-кучу, так сказать, ну, и так далее. Поэтому, ну, поэтому экологические строительства не нужны. И вот, собственно, мы приходим к тому, что альтернативная энергетика, да, я извиняюсь, она любит на индивидуальный человеку, но не очень любит на системе, в этом есть некая противоречия. Но, тем не менее, с моей точки зрения, это поселение надо отбивать, помогать им, потому что, ну, да, они могут, это один из вариантов поиска, ответа на то, что же надо делать дальше. Спасибо большое. Спасибо. Я хотел бы предоставить слово Карпу Антолий Якинчев, проект «Глубля земля» в селении родной Владимирской области. Следующий, Галанова. Здравствуйте. Ну, на самом деле, я представляю население заветное, точнее, есть поселение заветное. Дело в том, что у нас там в Владимирской области целое сотрудничество в поселении, одно, это было первое поселение, потом появилось славное, потом наше заветное, мирное, так далее. То есть, на данный момент у нас шесть поселений рядом. Сегодня я бы хотел рассказать о проекте «Добра земля», который у нас появился два года назад. Это инициатива группы предпринимателей, которая поняла, что для того, чтобы наша инициатива, наш порыв поддержали наши дети, нам нужно создавать инфраструктуру, нам нужно создавать, в общем, нам нужно заинтересовывать, чтобы они потом могли остаться там жить. Мы на участке 5 гектаров начали строить как мы называем «Добра изба». Это многофункциональная постройка, которую предлагается использовать и как школу, и как место для разнообразных встреч, мастер-классов. В общем, на данный момент мы положили, то есть, это просто наше положение, вот группа предпринимателей порядка, порядка, трех миллионов рублей, сделали дорогу туда хорошую, потому что там невозможно было проведять с этим участком. Ну и сейчас достраиваем вот это вот здание, сделали вырыли кухню, душевые, такую простую инфраструктуру, вырыли большой пруд, провели несколько, на данный момент провели несколько летних школ, несколько праздников театрализованных, масленицы, новогодние елки, вот, и вот когда мы сделаем здание уже, утеплим его и проведем туда топление, соответственно, мы сможем развернуться по полной программе, вот, основные направления, которые мы хотим там развивать, это, соответственно, образование, вот, это летние школы, кружки, мастер-классы, практические занятия, турпоходы, в том числе с геологическим уклоном, мы планируем там создавать вокруг эти директы, пробуя, вот, значит, общественно-культурная жизнь, это вот фестивали, в том числе фестивали технологий, я считаю, что очень важно, именно практическое приложение мероприятий, которые мы будем проводить, вот, экономика, это значит это туризм и создание мастерских, мы налаживаем сотрудничество с местными активными группами, есть такая замечательная инициатива у Владимира молодежная, называется «Свежий город», вот, это на самом деле инициатива, в принципе, общероссийская, но, вот, я был очень удивлен, очень приятно удивлен, что у Владимира есть несколько тысяч молодых людей, которые, ну, как бы, основным лозунгом является русский, значит, трезвый, вот, они проводят периодически разнообразные мероприятия, пробежки, вот, русские забавы, собирают по удаленным деревням традиционные русские игры и проводят лекции в школах, где рассказывают молодежи, ну, они, как так говорят, рассказывают, кто хочет, чтобы русские едвины и курили. и, и, в шпольном присоединяются, это происходит на них впечатление, когда практически сверстник, рассказывают. Есть такая вот организация «Мир гармонии», тоже интересно. Есть у нас еще партнеры, это местные поселенцы, которые, ну, активную жизненную позицию тоже занимают. Вот есть у нас, мой сосед организовал дендрологическую научно-исследовательскую опытную станцию по лесу, на которой выращивают редкие, саженцы редких древесных растений. Он ездит в экспедиции на Дальний Восток, на Украину, у него такой питомник. И плюс он, как и с научной точки зрения, к этому подходит, навалил сотрудничество с Московским университетом леса, вот, на том, есть еще в Владимирской области лесхозтехнику недалеко в нашем районе находится в Сударьбургском. Вот, есть питомник старых пород кур. Женщина занимается тоже очень интересное и очень полезное начинание. Ну, когда начинаешь разбираться, выясняется, что в России, на самом деле, было очень много хорошего, вот, там по поводу пчел, вот, Федор может рассказать. Вот, оказывается, были у нас старые породы кур, которых там нет аналогов, можно сказать. То есть, ну, и вот сейчас их восстанавливают и вот есть такие энтузиасты. Ну, вот, я не знаю, вот, по поводу вопросов, которые вначале прозвучали, честно говоря, я все не запомнил, да, там, ну, все не рады. Да, я, у меня был просто, вот, один комментарий, мои мысли, как-то, по поводу того, что происходит и что, будет происходить. Ну, я, как того, что поселение, я еще предприниматель, я интернет предприниматель, но, на самом деле, я занимаюсь этим больше, как, живу в поселении, да, вот, почти 10 лет, и я считаю, что мы сейчас пытаемся из какого-то хаоса сформировать на какой-то порядок, то есть, в принципе, на данный момент, эти поселения, это все такие, разрозненные инициативы, и сейчас формируются просто деятельные какие-то группы, которые будут потом авторитетными в этом движении. И я думаю, что вот им как раз, когда люди на деле, да, скажут, что они умеют что-то делать, и что они хотят делать, вот им потом и надо будет объединяться и двигать все это. Но, возможно, время пришло, действительно, и вот хорошо, что это происходит. То есть, ну, как вот, я вижу некоторых таких людей из этого движения вокруг, город, и, возможно, вот сейчас там наставят время, когда действительно надо как-то сорганизоваться, какой-то накопленный. Первый опыт у нас в России, город, хотя, может быть, еще нам потребуется будет, что еще бы находить, еще повариться в этом хаосе, но почему я сказал, как вы принимаете это вижу. Дело в том, что, на мой взгляд, любое дело вначале это некий хаос, есть некая идея, которая вот тебя цепляет внутренне, если пытаешься из хаоса сделать некий порядок, ты можешь сколько угодно планировать, как известно, там, когда планы не выполняются, напланировать всегда нужно, да? Вот так же и здесь как у нас происходит, то есть мы пробуем, 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 вот, делаем и не будем снижить этот опыт и двигаться вперед. Но, конечно, я считаю, что есть, действительно, вчера, в этом тоже говорили активно, есть, о чем работать в плане законодательства, но там много вопросов, и над этим, конечно, наверное, может быть. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, значит, мы заслушали представителей трех населений, сейчас я думаю, что попробуем передать слово уже скорее дает специалистом экспертом в этой области первое я хотел представить возможности Галанова и Владимира вне, который пошли как эксперт в этой последствии. Вы знаете, в дальнейшем я представлю в беденесе на враче имя поездки, я думаю, что точно наши члены общественной палаты и не только, кстати, члены комиссии по салонации и другие должны иметь возможность получить возможность посмотреть и так далее. А то, может быть, они мечтают об этом делать, но никак не могут это реализовать. Добрый день, дорогие коллеги. И сразу же хочу пригласить всех. 12-го числа будет первый международный экологический форум «Строим зеленое будущее». Одно из тем является «Зеленый город». И когда у нас говорят про эко-поселение, это в Москве. Пожалуйста, в Фейсбуке, да, все, смотрите. Все есть в интернете, я сейчас на это не буду тратить времени, всего-навсего 5 минут. То, что касается наблюдения, нет, у нас не наблюдение, у нас активно, участие. И то, о чем говорил сегодня Иван Станиславович, явилось результатом проектной сессии по взаимодействию поселенцев с органами местной власти, с наукой, бизнесом. И именно это принесло результат. С чем мы столкнулись? Каждый хребает свои чьи в своем лауте, наступая на одни и те же корабли практически во всех поселениях, потому что нет образа солнца ума, который люди планируют построить по всему жизненному циклу, от начатия до смерти. По крайней мере, ни в одном окопоселении я не увидела некрополя. И люди об этом не задумываются. Все хорошо, пока они начнут умирать. Мы все не вечно. И если этот цикл не продуман, то поселение не может быть никогда устойчивым. По экономике, если в поселении менее пяти бюджетно образующих предприятий, с долей каждого из которого, не более 20% поселения неустойчивы. об этом даже не знают. То есть это просто математика. Обойти законы, которые не удастся никому. Если вы построили весь бизнес на пчелах, а я полетал самолет и обрежу поля, то, соответственно, вы должны все заканчивать. Кроме в том числе никто не думает о том, что пришла в порт мусориальная экономика, креативная экономика. И в этом плане стоит вопрос, а чем сниматься? Вот уехать не проблема. Что предлагает рынок? Он предлагает либо жизнь на своем отдельном гектаре, объединенных какими-то энтузиастами, либо коттеджный поселок без возможности обеспечить личную подовольство безопасной семьи, либо глухую убитую деревню с замечательными бейзанами, которые рано или поздно придут жить за зажравшуюся энцепичи. Это объективная реальность. Что можно и нужно делать? Во-первых, начинать с самого главного. Как бы вы хотели видеть это место через сто лет? Вечеть от русского слова «век». Это всего нас сто лет. Это правда, когда жить. И увидеть, как будут жить правда. Если вы не подумали, как они будут жить, значит, скорее всего, вы будете ходить пограбляв, наступать на них и в конце концов вы убежите с этой земли. Кроме всего прочего, нужно думать на три вопроса. Любое поселение, с которым решит уйти. Три вопроса. Как жить? Где жить? И на что жить? Если как и на что вы не решили, ваше поселение рассыпется. И в этом плане выяснилось, что нет площадок, на которых можно получить эти знания. Отдельно у нас есть какие-то выставки, отдельно у нас есть какие-то зеленые технологии. И мы выступили с идеей сейчас выносить в рамках «Устроим зеленое будущее», создать рабочую группу о создании эко-технопарков зеленых технологий, где люди могут получить во-первых знания, во-вторых умения, в-третьих пройти практику. И самое главное покажите пример, покажите хоть одно что-то где можно потрогать. Мы планируем в Досхобласти это есть наград, но первыми оказались как раз карелы, которые заказали проектную сессию, и самый первый эко-технопарк сейчас по сути получается у них. Поэтому приглашаю поехать туда прежде всего провести там проектную сессию и показать как власть мотивируется, а вот Иван Станиславович не даст добрать. На какой день власть прибежала к общественной организации и стала дернуть, что делали Иван Станиславович после проектной сессии? Понятно, да? Итак, консультацию свыше старейшим. Есть технологии. Надо понимать, что на одном гектаре рая не построишь, что мы сильны только когда мы знаем все объективные законы бытия. Закон сибирного текотения не можем обменить. Есть экономические законы, которые работают. Зная, изучая, пользуюсь, мы можем проектировать собственное будущее. А потом в системе обратного отсчета мы приходим к конкретным параметрам и результатам. Все, мои пять минут истекли, все остальное можно посмотреть на сайте социального института гражданского общества называется Руси Дочко Ру Можно посмотреть в группе Деснаград, мы выкладываем все технологии, все новые какие-то вещи. И плюс ко всему, конечно же, каждая территория уникальна, индивидуальна. Каждая территория требует своего подхода. Поэтому создание таких обучающих площадок с практическим применением должно быть в каждом регионе свои. Глупо вести нерационально человека из Иркутска ведь шишки Калужская область, правильно? То есть никому никому не придет. И именно точки роста это эко-технопарки, это новое качество жизни. Это городская жизнь вне города. Все. Спасибо большое. Сергей Александрович отклонился и передал мне управление. Я прошу прощения все-таки за сбой, который случился. Должно сказать, что действительно такой форс-мажор ну чтобы не сбивать темп, я пока все-таки отложу наше собственное представление по исследованию и предоставлю слово дальше по пунктам. То есть мы будем сейчас все-таки разговаривать в экспертном таком режиме и действительно после представления самих декопоселений, хотя там конечно очень много вопросов и всего-то попытаемся посмотреть на это глазами уже не самих поселенцев, а те, кто действительно с ними работает. В данном случае она представила взгляд или пример сотрудничества управлялся с поселениями, но я думаю, что есть мнение экологов, мнение настроителей, есть мнение активистов гражданского общества и мы сейчас попытаемся сделать я вам предоставил слово Дмитрию Алексеевичу биологику, который свои соображения начнет сотрудничество с поселением скажет. Спасибо. Я хотел понять вообще и само суслением так вот тем, как для чего нам нужно это социологическое знание, как его можно было бы применять. Оно нужно для того, чтобы в организации общественных изменений его использовать. То есть понять сущность поселения нужно не столько из самого экологического знания социологического какое оно есть, но каким оно может быть. И вот этот залог требует рассмотрения некого конферста существования поселений в нашем обществе. Это требует понимания проблем, которые существуют в нашем обществе. задачи, запросов. И поэтому мне казалось бы, что наше рассмотрение должно действительно захватывать вот эти области. Я хотел конкретно конкретизировать эти темы, которые я вижу. О них уже говорили, все очень четко рассказал про новую экономику. На самом деле, мы помним, что еще разлетел крематистику и экономику. И в слове экология, экономика экологии это очень коррелирующие по своему происхождению понятия. И все, что он сказал, это действительно так. И в мире, теперь один из контекста экопоселений, это строительство создания локальных экономик, замкнутых внутри сообществ. И я был на семинаре Федеофа Бермана, но Петалева, которым занимается кляр-теорием, известная многим. И Бермана рассказывала о своем опыте создания таких локальных экономик по всему миру, и в Батнике, и в Китае, и в Индии, в Америке, в Детройке, в частности, в Великобритании. То есть этот момент, он не касается напрямую как бы экопоселений, но там схватывается вот эта новая экономика. на самом деле там схватывается вот этот момент, который Ирина сказала, о том, что это должно быть просто индустриальное в том числе экономика. Вот у Бермана те же практики. А вот если мы посмотрим по нашему предварительному краткому докладу о исследовании, мы там не увидим практически ничего из этого. И когда мы говорим, что это тренд, развитие, то здесь нужно сделать оговорку. Никакой он не тренд уже. И вчера собственно Йоргий Афандастер он еще сегодня скажет, но он четко пометил, что природозообразная часть экопоселений она уже стала технологией. Она уже реализуется при облесении городов, так сказать, создании биоциноза в городах. Кроме вот этих экономики важно еще, мне кажется, моменты связанные с самоуправлением. То есть любое поселение, экопоселение. Про это мало как подавалили, но это понятно тем, что это самоуправляющаяся структура. Если какой смысл создавать не самоуправляющаяся? Это некий ответ на то, что нас не устраивает власть, что государственный кризис в стране сейчас кризис эффективности власти очень большой. Собственно, в такой ситуации общество не может жить без власти и оно уходит в самоуправляющиеся вещи. Они становятся особо актуальными. Сейчас самоуправление становится особо актуальным тогда кризис власти. Поэтому отдельно эти вещи интересные. Где они происходят? Они происходят очень массово, очень интересно. Вместе это жилищные самоуправляющиеся сообщества. Это ТСЖ и другие формы. Сейчас очень много появляется. Территориальное общественное самоуправление. Это очень важные тенденции, на которые надо посмотреть отдельно и в контексте этого увидеть, что это поселение привносит сюда. Еще одна интересная часть это моделирование новых автономных квалитарных поселений, Эта тема очень важна для освоения наших северных территорий. А это моделирование можно делать в режиме виртуальных каких-то структур. И этим занимается программой на фонд. Назом Сайдулина. Также есть еще интересное направление как парки развития. Они тоже ставят вопрос о реале обитания человека и пытаются его в своих парках развития тоже включать. Я хотел отметить. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Алексеевич рассказал мне решение относительно нашего несостоящего доклада. Я очень понял, что я разделю со же пословление на части и буду иногда просто вставлять частями, фрагментами промежутков между выступлениями. В частности, этот тезис, который Дмитрий произнес, о том, что, конечно, надо рассматривать движение поселения в контексте некоторых более широких проблем развития России. в этом связи. я расскажу, что наше исследование было во многом основано, как первичная гипотеза, которая необходима для исследований, базовой метафорой. Была метафора эмиграции, внутренняя эмиграция. Мы рассматривали эко-поселение как попытку эмигрировать из типовой социальной среды и городской, которая не удовлетворяет, которая не устраивает. И, соответственно, вот этот бискейт социальный реализуется в виде строительского эко-поселения. Понятно, что этот тренд далеко тоже не новый, он, в общем-то, присутствовал давно уже в разных странах, в разных формах и так далее. И почему, собственно говоря, такая проблематика, она нас интересует. При том, что даже 50 лет развития такого рода социального эскапизма на самом деле никогда не приводило к массовым таким социальным явлениям, которые, ну, действительно, представляли для социолога такой серьезный интерес в смысле актуальной социальной проблематики. А это все равно остается некоторым, так сказать, маргинальным таким явлением. А проблема заключается в вот чем. Ведь мы на примере, так скажем, настоящей иммиграции внешней убедились в том, что иммигрирующий всегда ухудшает ситуацию там, откуда он уезжает. В этой связи он как бы решая, безусловно, так сказать, оправданно решая свою проблему неудовлетворенности текущей жизни там, где он живет, и тем не менее, так сказать, обладая определенным повышенной, как правило, энергетикой, социальным капиталом, повышенным, социальной активностью, очень часто более высокой квалификацией, он уезжает реализовываться, реализовывать этот самый социальный капитал, энергетику в другое место. И таким образом вот так для всех оставшихся, для всех оставшихся невудовлетворенность вынужденно увеличивается. Ведь это уезжает лучше, значит, остается еще хуже, да? В этом смысле контент улучшается. И вот эта воронка такая, она начинает действовать негативно. В этой связи любая эмиграция, она, конечно, рассматривается как проблема, даже будущая внутренняя эмиграция, она рассматривается как проблема для остающейся территории. И в чем заключается все-таки возможный позитив? А возможный позитив заключается в том, чтобы эти экопоселения, как такие концентраторы вот этой внутренней эмиграции, стали бы не убежищем для уехавших, эмигрировавших, бежавших, там еще как-то, а наоборот культурными образцами для подражания. Для ну тогда они должны обрести некоторые свойства соответствующие. Они должны быть моделью нового, качественного, позитивного развития. Это не партизанский не уход в партизан, а не уход в леса. Это наоборот должен быть такой конструктивный тренд в сотрудничестве с очень многими другими институтами. И вот в этой связи один из основных таких вопросов один вопросов это о потенциале эко-поселении к сотрудничеству, о готовности эко-поселении к сотрудничеству с контекстом, с внешней средой. Насколько они могут показать свои достоинства и свои позитивные черты в сотрудничестве с властью, с бизнесом, с обществом и так далее. То есть быть в этом смысле не маргинальным андеграундом, то есть уходом в подходе, а быть наоборот некоторой точкой роста, то есть таким концентратором лучших, позитивных и перспективных моделей жизни, совместной жизни. И в этой связи вот этот самый перспективу является ли это действительно перспективой или это на самом деле тупик? Вот это один из вопросов, который волновал нас и в исследовании, и я так понимаю, мы вчера его на дискуссии в общественной палате там вселенной рассматривали. В данном случае, когда мы видим выступление Федора Ладутина, Ивана Гончарова, Анатолия Каркова, которые представляют опыт таких передовых поселений, которые не просто выжили, а надо сказать, что многие не выживают, к сожалению, таких примеров не приводят, но действительно эксперимент, как говорит Федор, кажется неудачно. Эти которые здесь представляются, они в известной степени передовые. Но есть и другой классик России, который демонстрирует другую модель, которая наоборот эстетизация, эстетизация такой архаики и так далее. вот это один из вопросов. Насколько это поселение действительно и отдал, просто от того, что говорит Алексей Шар насколько они являются ответом не только для себя. Федор Лазуркин, кстати, очень четко подчеркиваю постоянно, это решение в известной степени для себя, тех людей, которые уезжают. А насколько поселение является ответом для всего общества, некоторым примером для всего общества такого позитивного ответа на вызовы экологического загрязнения и так далее. Вот в этой связи я хотел бы попросить Сергея Евгеньевича Журавлева выступить следующим, который тоже занимается смежной проблематикой и тоже может сказать как эксперт, не как это поселение, как эксперт, который в известной степени работает с интернативными поселениями и тоже, кстати, проводивший исследования. Спасибо за столь быстро предоставленное слово, потому что я пропустил самое интересное и может быть, как говорят мои друзья-философы, выскорить не в панданах. Действительно, мы проект Российский Гром будущего медиа-холд и эксперт делали неоднократные попытки и моделировать, и исследовать, и прогнозировать развитие альтернативных форм жизни без подключения и существования в России смотрели на международный опыт, пытались провести исследование подобное, потому что провел закон. И наши радужные надежды, наши такие идеалистические представления как-то рассыпались и рассеялись. Действительно, экологическая тематика стала модной давно. Казалось, что экология это перспектива и очень многие люди поверили в то, что возвращение к природным корням есть плата. В то же время Запад активно развивал экологическую датрину в качестве технологической перспективы прежде всего конкурентоспособности с существующими технологическими доктринами или экономическими в частности. Таким образом, мне кажется, что в России мы до сих пор переживаем фазу далеко не технологического строительства 6-го уклада и когнитивной экономики, и экоэкономики, инертно пытаемся сбежать от проблем городской капиталистической цивилизации, промышленной цивилизации, капиталистической цивилизации вот с такого рода монастырей. Первое вот это целое рассеяние мифов было, поэтому по порядку попробуем их сформулировать. Первый метод значимости сегодня было 5 лет назад начался большой шум по поводу того, что поселение это что-то большое значение. Наша попытка проанализировалась на количественные показатели и его виду краткой справки надеюсь на Игорь не сильно меня провернет. Количество поселения большое живущих в них физически постоянно в отрыве цивилизации, что очень мало. Второе или все лучше? Игорь сказал о том, что за идиллией и за первой попыткой жить в ней и поперек оказывается сложность истинного выживания, приводящая не самым лучшим последствием, чаще всего. Третье это стремление к идеологическому вырождению многих поселений в том смысле, что есть какая-то концепция, какое-то предположение о том, что для этого может стать идеологией. в результате превращается в банальность. Некоторые поселения мы видим, как вырождаясь становятся девелоперскими проектами, дестрах капитализируются и распродаются. Опять же, это участие не ждет в далеком поселении, в любых близких цивилизации. Видимо, это участие в ближайшие годы не винат. До сих пор в пехе первых посылок в зависимости от сети в коммуникации становятся камнем преткновения и поселения, которые пытаются выживать вне сетей, а облачатся по нашему представлению в большинстве случаев жалкость существования. Несмотря на попытки целостной идеологической конструкции, экономической модели не выработана. Она пока представляет собой кашу неких идеалистических, почти теологических построений с попытками противостоять существующему экономическому порядку. Нет технологической платформы, которая обеспечила этим технологическим усилением автономное жительное обеспечение. В основном это, конечно, очень архаические формы строительства организации жизни с попытками используют современные технологии, как правило, не комплексно, а порознь. Надеюсь, что это рано или поздно причем-то и лично это приведет. Наконец, самое главное собственное, пенсионативное экономическое финансовое система. Существующая финансовая система будет всячески просто неостоять этому процессу никакого будущего сыра. Без создания собственной финансовой модели у этого движения или альтернативного эммиграционного движения я не вижу. Но, тем не менее, есть, помимо разочарования, некоторые откровения, которые, на мой взгляд, могут стать действительно основой для будущего политического, экономического, образовательного, культурного финансового. То, что мы видим, это, в первую очередь, культ семейственности. И это очень хорошо, потому что семейственности я в большом рассуду рода, общины и так далее. И это действительно альтернатива, которая может составиться. Но в этой семейственности нужна форма нового системы образования. Если мы ее не придумываем, решение, которое доводило этих детей оденечественное поселение в России, я поражен несколько таких поселений обождаются детишками. Они не городские, даже не деревенские, никакие длинные. И это, видимо, отпечаток интеллигентской среды, которая инегрирует в силе. Так что вот эти детям не дадим технологическую платформу, финансовую систему экономической модели, безусловно растворятся в традиционной, утручающей нас цивилизации. в том, что наверное это и такое спасибо. Ну вот, сильнее финиш был нашим засадным полком Боброка. И смотря на его спокойный и компетентный вопрос, в известной степени он программизировал нашу дискуссию. То есть переход от того, чтобы смотреть на явление не только как заведомо позитивное, хотя бы но и не то, что называется критический критический взгляд, это не означает деструктивный критический взгляд. Это означает критическое рассмотрение и возможно то сказать, которые мы тоже вчера рассматривали, то есть проблем развития эго-поселений, которые Сергей Игорьевич обозначил отходясь от своих трудностей исследований. Я бы не хотел дальше продолжить взгляд специалистов разного толка на эго-поселения и точно так же посмотреть, какие еще видятся проблемы движения со стороны. И здесь Юрий Васильевич Кругнову хотел бы передать слово. Это наш известный эксперт демографии эмигранты и регионального развития. Пожалуйста. Спасибо большое. Просто очень хочется как раз сразу после Сергея Евгеньевича выступить, поскольку на мой взгляд действительно происходит проблематизация в его выступлении, но я бы хотел Сергея Евгеньевича если можно чуть-чуть проблематизировать, потому что когда Сергей Евгеньевич заявляет фундаментальный и правильный тезис, что у эко-поселений нет альтернативной финансовой и экономической системы, то я хотел проинформировать Сергея Евгеньевича, что и абсолютного большинства жителей Российской Федерации нет альтернативы на уничтожающий и страну и этих жителей финансовую и экономическую систему. Поэтому в этом плане мне кажется очень важно мне кажется очень важно все-таки даже в центре Москвы разделить два совершенно разных отношения к эко-поселению. Одно такое может быть так кто-то ползает бактерии какие-то под микроскопом вот это умерло вчера а вот это еще живет а вот это там что-то интересное и так далее это феномен явления ну и в принципе приятно себя чувствовать микробиологам которые изучают вот такие явления как нам были доложены сегодня но на мой взгляд во-первых проблема общая и все-таки большая часть даже несчастных людей в неправильных эко-поселениях движет то что они в индивидуальном порядке решают пытаются за всех и не только за Российскую Федерацию но и за весь мир поэтому даже абсолютно будучи неправы кто-то из них в каких-то конкретных решениях они к счастью или не знаю к сожалению они правы на мой взгляд самой основе поскольку если здесь в стену не тыкаться то тогда вообще просто всем пора вымирать и на этом все закончим это вот как бы так сказать предисловие и отсюда мне кажется очень важно все-таки понять а с чем мы имеем дело потому что я благодарен Игорю Задорину за то что он эту тему движет и так потихонечку уже несколько лет и собственно выводит ее на серьезное обсуждение потому что до этого эко-поселения они были отлучены и от государства и от общества где-то там копались сегодня мы уже начинаем это обсуждать как некое все-таки серьезное масштабное явление и феномен который как минимум интересен но дальше я хотел бы вот ряд фиксаций уже по существу собственно этого явления и по нашему отношению к этому явлению надеюсь со мной и Сергей Евгеньевич в итоге во многом согласится мое несколько жесткое отношение к его выступлению оно не к нему а с точки зрения проблем первое мне кажется что прежде всего мы должны зафиксировать что эко-поселение это симптом краха урбанизации вот первый пункт причем краха не в том смысле что урбанизацию надо отменить и всем там в постиндустриальное как в плохом так в хорошем смысле или там еще в какое-то а в том плане что у нас в России развертывается всего лишь один из видов урбанизации свойственной странам третьего-четвертого мира мегаполисной урбанизации и госпожа Набиуллина которая ныне является уже и помощником президента Российской Федерации она 8 декабря прошлого года на международном урбанистическом конгрессе выступая за Россию сказала что малые города какие там эко-поселения малые города в современном мире экономически неэффективны поэтому нужно выделить ну условно 15 миллионов как мегаполис максимально продумывать как туда собирать народ и сделала на мой взгляд гениальный именно так сказать для министра экономического развития прогноз что в ближайшие 20 лет 20 миллионов людей из малых городов переедут в мегаполис для информации представляющей Эльвире из Захипзадовни так сказать 20 миллионов это буквально до полмиллиона точное обозначение количества жителей которые живут в малых городах то есть из этого следует простой пункт какие там эко-поселения там условно экспериментальные передовые когда у нас уже малые города собираются отменить в ближайшие 10-15 лет а на уровне политики их уже отменили и отсюда крах урбанизации потому что мы не можем запустить другую альтернативу мегаполисной урбанизации которую ну вот мы в частности с Александром Сергеевичем Кривовым в третьем году в книжке Дом в России примерно обозначили как ландшафтно-усадебную или поместную ландшафтную урбанизацию то есть когда мы не отказываемся от города уходя в поле и в шалаши в таком дурном смысле а когда мы совершенно по-другому все плюсы исторического эволюционного движения городской жизни содержательность общения культуру не утеря себя не упадание в дикость мы наоборот усиливаем но совершенно через другое тканевое малоэтажное в основе своей расселения по крайней мере человекосообразную достаточно опять же здесь простые вещи они примитивные и каждый день в газетах обсуждают достаточно указать на ту же точечную застройку в Москве то есть в этом смысле причем мы должны понимать это очень важный момент что плотность расселения людей в малоэтажной урбанизации она ну максимум на 20-30% требует все больше территории чем башни больших и так сказать высоких потому что это все зависит на самом деле не от того что мы что-то экономим а просто мы не умеем жить по-другому и отсюда на мой взгляд нужно брать курс на ландшафтную усадебную урбанизацию как альтернативу мегаполисной урбанизации и это тренд государственной политики которую государство никак до сих пор даже осознать не может мы с Кривым писали массу записок на все уровни начиная от президента там с 2003 года а он еще раньше Александр Сергеевич и я когда услышал в шестом году когда один очень высокоподставленный чиновник очень высокоподставленный чиновник сказал что малоэтажная застройка это хорошо я думаю ну вот наконец-то я наконец-то пробуравил голову ну какой же я молодец ну вот как я пробуравил им голову а потом слушаю и не понимаю что я слышу а почему малоэтажная застройка хорошо а потому что это позволяет государству не вмешиваться в то кто как там чем занимается и пусть они сами себя застраивают То есть малоэтажную застройку подразумевает третье на тот момент лицо государства. Оно имеет в виду, что государство вообще в это не будет вмешиваться, а люди с топором как-то будут обустраиваться. Да, и получается, да, частный сектор, но в таком, я бы сказал, как раз это и есть архаизация. Архаизация идет не в это поселение, архаизация идет в Москве, в федеральном центре. Первое, это гипость, когда люди высокопоставленные рассуждают, не понимают тренды. Одна выступает на международном мобористическом грехе, что мы через 20 лет закроем все малые города, а другой говорит, что надо больше строить самим, чтобы государству не тратить нервы на что-то. И отсюда три тезиска. Очень кратко. Первое, надо уходить от субъективно-психологической к императивной постановке. Прежде всего, нужно ставить вопрос, который перезрел давно, это размосквичивание страны. Без размосквичивания страны, без то, что это будет государственная политика, речь не идет, естественно, о репрессивных и прочих вещах, но о стимулировании экономической и, прежде всего, идеологической. Второй момент. Нам нужно идти о это поселение. При форсированном государственной поддержке и помощи, при привлечении всех передовых, ученых, футурологов, социологов мира, нам нужно делать, действительно, как сказал Задорин, нужно делать культурными передовыми образцами, а не случаями несчастными в чрезвычайных ситуациях. А для этого, соответственно, нужно делать, вводить не дауншифтинг, а апшифтинг, не андеграунд, а апграунд и так далее. То есть это передовые. И, наконец, последний момент. Пора прекратить это поселение отделять от государства, в том смысле, что государство должно здесь оказывать гигантскую поддержку, и мы должны вообще обсуждать тысячу новых городов для России, примерно по районам, на базе существующих городов. Мы их должны развивать. И отсюда, для меня, чудовищная аберрация. Люди из последних сил что-то создают, как могут, на Земле, а, например, при космодроме Восточном, начиная строить город, проектированный на 30 тысяч населения, делают его допотопными араханическими методами в 60-х годах. Вместо того, чтобы за эти гигантские деньги, я даже не обсуждаю, кто там что сворует, бог с ним, за эти государственные деньги нужно делать международный, молодежный, передовой, лидерский город, как раз это город. Понимаете? Для ученых, для науки, наукоград, так сказать, следующего поколения. Вместо этого государство вбухивает в фунды гигантские, колоссальные средства. Грубо говоря, не просто в ничто, а во вчерашний день. А люди без средств, без сего строят культурные образцы нашей завтрашней жизни. Вот это, так сказать, разделение труда, в кавычках, пора прекратить. Спасибо. Спасибо, Василий, большое. С одной стороны, мне некоторый толчок к очередному фрагменту, очень короникому. Мы как раз говорили о том, что одной из главных, в чекере, проблем, поселение является на определенном этапе, здесь, подчеркнула, на определенном этапе, некая авторгичность. То есть, вот, когда, значит, вчера, кстати, очень интересно говорили, значит, что-то Лазургий говорит, власти не надо бояться экопоселения. А потом, значит, Ливан Зиславович говорит, экопоселениям не надо бояться власти. То есть, вообще-то говоря, вот сейчас такой интересный момент, вообще мне казалось, развитие экопоселения в предыдущие годы, оно, как бы, происходило таким образом, отдельно. Отдельно. Более того, это была форсированная оппозиция. Многие, в связи, прямо нам в рамках и сведу не говорили. Мы сознательно уходили от всякого рода, так сказать, взаимодействия и, так сказать, власть, потому что мы должны были выжить. Это, конечно, определенное понимание выживания, но оно вот такое было. Выжить именно потому, что минимизировать коммуникации, минимизировать взаимодействие с властью, то есть, с другими институтами, потому что они рассматривались как агрессивные институты по отношению к экопоселению. И вот наступил такой момент, когда мы теперь, вот уже два дня непременно, видим, значит, соответствующие, так сказать, высказывания, тезисы, которые являлись и результаты мы нашим исследованиям. Что все, экопоселения перешли в другой этап развития, когда, на самом деле, они должны задействовать внешние ресурсы. Они должны задействовать внешние ресурсы, которые находятся и во власти, в рамках административного ресурса, и в бизнесе, в рамках финансового ресурса, и в институтах гражданского общества в качестве ресурса социальной активности. И вот это, как бы, важный такой этап, переход к открытости, к взаимодействию, к активному взаимодействию. Это, конечно, серьезное испытание, в том числе для экопоселения. Потому что не могу сказать, что все из них готовы к этим коммуникациям. Для этого надо и самообраз свой иметь такой внятный, ясный и четкий. Что мы, собственно говоря, несем, и с чем мы выходим на эти внешние коммуникации. Кто мы есть. Вот это еще, конечно, вопрос, который до конца не решен. Но теперь я оттолкнусь от высказывания Юрия Васильевича относительно вот этой дилеммы к урбанизации и георбанизации. И здесь хотел бы предоставить слово Игорь Шпилюку, который как раз хотел нам рассказать о как раз о реурбанизации. Значит, это вот что-то третье, да, Игорь Игорь? Ну, отчасти, прошу прощения, Игорь Иванович, прошу прощения, вот получается, что я хотел сделать, то есть сейчас вынужден выступать за двоих, за себя по поводу экономических, да, прошу прощения. А я выступаю за себя и за того парня. Про экологическую реурбанизацию буду рассказывать за отсутствующего счет гелиотектора Сергея Витальевича не помнишь, и от себя хочу сказать про возможную экономическую стратегию, эко-поселение и вообще альтернатива существующей системе. Поэтому я попрошу дать мне два слова по разу. Игорь Иванович, плотатель за двоих все-таки не уместится в коммунистерстве. Так, тогда, первое, где моя презентация экологической реурбанизации, и как переключать слайды? Тогда сперва цветовый парня. Деревни бросают, населенные пункты исчезают во многих странах мира. Три четверти населения мира сейчас живет в городах, и процесс перехода из деревни в мегаполис продолжается. Я буду отдельно говорить почему. Но следствием этого является та проблема, что территория земли, застроенная, занятая человеком, где уничтожена природа, растет. И личная система силой сгоняет людей с земли, где есть телень, чтобы там сделать населенные пункты, где только асфальт. При этом мегаполисы имеют территорию экологического следа в сотни раз больше своей территории. Я не говорю об экологических следах остальных населенных пунктах на этой территории. Вы знаете, что экологический след считает, что превышает территорию земли. И с этой точки зрения убежать просто от мегаполиса нельзя. Экопоселению надо думать о будущем, в том смысле о том, что это легальная форма существования, или моральная, пока нет. Что будет, если все население, ну хотя бы нашей страны, захочет переселить себя в экопоселение. То есть население экопоселения вырастет вот 10 тысяч раз. Это получатся гигантские, простите, территории, занятые домиками. Коттедочные застройки. Домиками. Страшная картина. Да. Второе. В этих условиях это не будут только деревни, как сейчас, на несколько десятков, максимум нескольких сотен человек. У них тоже будут больше поселения. То есть города. От городов мы еще долго никуда не денемся. Поэтому дальше презентация посвящена альтернативе. Вот рост мегаполиса приводит к довольно кошмарным картинам. Что делать взамен? Что делать взамен вот этим вот что высокоэтажным, что маслоэтажным гигантским территориям? Решение чисто техническое, за которым будет стоять и определенная ассоциация. Перейти из планирования населения, поселения в плоскости, в планирование в объеме. Если мы все постройки по отдельности строим на плоскости, у нас есть минимальное расстояние от дома до туалета. А в многоэтажном доме это совсем не так. От дома до автомобиля, от дома до природы. Соответственно, нужно просто тогда суметь сконцентрировать то, что отнимает территорию природы на меньшей площади. И оставить большую площадь для живой природы, для зелени. Вот так вот здесь нарисованно справа. Еще одним важным элементом является желание человека из окна видеть эту самую природу. Как в латвийском городе Солнце, где ни из одного домика не видны другие домики. Только лишайки деревьев. Для этого есть специальные архитектурные планировочные приемы, которые называются гелиотектурой. О них подробно говорить не буду. Важно то, что эти десятки лет уже разрабатывают. Вот один из примеров. Это пустырь на берегу Москвы-реки в городе Воскресен. Запланированы дома, все окна в которых смотрят на северную москву-реку. На прекрасный путь. Ни одно окно не смотрит на оставшийся город. И все окна при этом, все квартиры освещены солнечным светом. Дома. Это другой город. В нем нет машин. Все автомобили нужны для поездки в другие населенные пункты. Находятся в под... То есть не стоят под солнцем. Они находятся в цокольных этажах дому. Все проезды, то же самое, покрыты зданиями, либо лошайками. То есть ни одной машины, ни одного гороша, ни одного проезда на территории населенного пункта, который занимает... Отнимает под солнцем небо учили, ни нет. То есть такой способ планировки позволяет в разы сократить площадь с занятой постройкой. А что из этого следует? Если площадь населенного пункта настолько сокращается, то в любую часть этого населенного пункта вы можете дойти пешком, максимум доехать до 25. То есть убрав автомобиль с улицы, вы тем самым позволяете добраться куда вам нужно вообще без автомобиля. Транспорт нужен только для того, чтобы перемещаться в другие населенные пункты. Вот пример проектов и построенных зданий, реализующих эти премьеры. Вот пример гелия кластера «Дом для севера». Реализует проблему энергозатрат. Мы очень любим копировать западный опыт, маленькие домики на большой территории. Это очень здорово в условиях умеренного климата. А если холодно, то нам надо на это тратить безумное количество природных рысов. Сжигать в буквальном смысле национальное здание. Вот это пример города на 3000 человек нефтяного, который имеет размер спорткомплекса олимпийский. Но при этом может быть построен совершенно стандартным строительным трестом, существующим строительными технологиями. Вот так бы он мог выглядеть внутри. Вот это другой дом. Я сперва вернусь. Вот такой дом позволяет на считанном числе гектаров поселить несколько тысяч человек. И тем самым он нарушает существующие на многих субъектах федерации, в том числе Москвы и Московской области, строительные нормы, которые ограничивают количество квадратных метров людей на один гектарм. То есть которые принудительно заставляют размазать населенный пункт по территории. Вы понимаете, что большая Москва занимает партиганскую территорию, и власти хотят занять еще больше. А теперь, после этого, похватились, что там ничего, кроме застройки, не осталось. Так вот, здесь Лимейн. То есть в Калужской области, наоборот, существует минимальная плотность застройки города. То есть власти Калужской области не хотят, чтобы Калуга и другие города расползались, занимая все вокруг. На самом деле, есть интегральный для обоих вариантов способ. Это островная застройка. Когда участок плотной застройки, то есть такой дом-город на несколько тысяч человек, является островком среди живой природы. В местах с высокой плотностью населения, от такого острова до острова, несколько минут ходьбы. В местах с низкой плотностью, может быть, несколько суток ходьбы. Вот, например, проект такого острова в Московской области. Несколько гектаров занятых домом города. Ни одно окно здесь не смотрит в окно напротив. Все смотрят на окружающую природу. А внутри этого дома находится все, что не требует солнечного света и вида из окна. Магазины, рестораны, спортзалы, бассейны. Офисы смотрят на сейвы, там, где не нужен солнечный свет. А все детские комнаты смотрят на юг. Игорь Дуэрдович, у вас много еще красоты? Нет. Вот таблица, которая трудно обозрима, только сегодня она была готова. Это чисто экономический расчет возможности такого строительства. В одном... Экопоселении на общественный центр выделено 7 гектаров. Вот здесь на 7 гектарах показано, как и за сколько денег можно поселить 8 тысяч человек со социальной инфраструктурой для себя и окружающих микрорайонов. В мире это не уникальная в определенном смысле технология. В мире есть аналоги. Вот ближайшие аналоги это очень дорогие дома. 100 тысяч фунтов квадратный метр. К сожалению, пустить эту архитектуру для массовой застройки никто не хочет. Там, по чисто экономическим причинам системы капитализма, здесь, по горе, красночат. Невозможно согласовать на такой партнер. А вот это, показатель, дом крестьянина на севере, показатель, что то, что южнее занимает двор постройками, на нашем же севере, все-таки находилось под одной крышей в несколько уровней. Это известный всем ГУМ, то есть использование солнечного света. А здесь территория завода Кудожевский проспект 36 на Москве, на месте которого можно построить дом на 6 тысяч семей, с парком на крыше, с рабочими местами для всех живущих в доме, с минимумом необходимости ездить в пробках на автомобиле по городу. Еще вариант. Вот здесь зеленым выделена территория промзона в Москве, которую можно перестроить так, чтобы увеличить площади и шельдянов, и офисов, и производственных зданий, и зелени. И не нужно никакое расширение Москвы. Хотя это, увы, точно заключенное решение, потому что нам нужно не расширение Москвы, и вообще не развитие Москвы, а развитие городов всех размеров, и создание полноценного и социума, и хозяйства в системе разных населенных пунктов. Спасибо за внимание. А теперь можно попросить еще одну минуту. Одну минуту? Да. По поводу экономики. Экономической системы. Понимаете, первый вопрос. Поднимите руки, у кого здесь есть высшее образование. Почтювки. Кто это высшее образование получил в деревне? Все в городе, верно? То есть это самый главный, самый ценный ресурс, который эко-поселение получили из города. Они пока городу сколько-нибудь равноценного, ничего не дали. Не то, что городу, а вообще остального человека. Пока эко-поселения будут ориентироваться на автономию, они будут дотационными от остального человечества в смысле потока знаний, самого ценного ресурса. Только тогда, когда эко-поселения будут обмениваться знаниями и опытами между собой и с другими населенными пунктами, еще не с поселениями, тогда они смогут создать зрелую систему. Это раз. Второе. Обмен, в этом смысле, обязательное условие развития системы расстеления. Но не всякий обмен является товарно-денежным. Не всякие товарно-денежные отношения, то есть купля-продаж является капиталистическим. Это нужно отчетливо понимать и понимать, что общество должно найти способы регулировать, какие сферы своей жизни впускать деньги и капитализм, это не одно и то же, какие не спускать. Кто читал Адама Смита, знает, что он прямо писал, что парламент должен ограничивать власть мануфактурщиков. А сколько у нас в парламенте есть инструмент власть и капитализма, значит, придется все равно создавать инструменты регулирования того, в какие отношения людей, какие социальные институты, какие экономические институты впускать, а в какие не впускать. В Москве есть сотни, может быть даже тысячи владельцев предприятий и топ-менеджеров, которые отлично понимают, что капиталистическая система плоха. Но каким способом эту корпоративную индустрию не пускать во все споры жизни, они не знают. И опускают руки, потому что не видят других вариантов. Спасибо. Спасибо большое. Тем не менее, Игорь Белорыч, он действительно заметил очень важную вещь, о том, что экономика их поселения, она не обязательно основана только на производстве экологических продуктов и, соответственно, экспорта, так скажем, этих самых экологических продуктов. Но это может быть и особый тип знаний, информации, то есть в этом смысле и образования, особого образования, которое там может получаться. То есть обмен может происходить и вот на таком интеллектуально-информационном уровне. В этой связи, конечно, в это поселение и все эти люди показывают, есть большой потенциал, потому что они фактически являются полигоном и, может быть, одним из немногих таких экспериментальных площадок для отработки новых технологий. И этот самый опыт, он может быть, так сказать, транслирован. Вот я бы в этой связи хотел бы сейчас предложить слово как раз к поводу опыта автономно-эльтернативный энергетик. У вас в Алексея Александрович есть здесь? А у вас в Алексея Александровича нет. Значит, одним опытом меньше, к сожалению. Тем не менее, у нас есть точно, здесь присутствуют специалисты, которые бы как раз рассказали про экологическое домостроительство. Евгений Иванович есть. А Валерий Семенович еще кто-то есть? Нет. Значит, тогда Евгений Иванович что, другого? Тоже так разница, и смотря на... На презентацию? Да, 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 все нормально. Вот все. Все, да? Я, да, постараюсь коротко, и, не отпростите, если я не буду практически корректным, но, ну, что я говорю, только правду, ничего, кроме того. Значит, первое. Тут очень часто упоминается цельным устойчивым развития. Поскольку я являлся с одним из первых и завтрак, в первых монографиях, и был экспертом УАН, и так далее, и так далее, и кто-то разобрался, то почему, в конце концов, могу вам сказать, что с этим термином это очень аккуратно. Почему? Потому что есть, на самом деле, две партии, в теорию устойчивого развития. Есть партия так называемого задума миллиарда, вы, на этом услышали, да? А вот, это какая-то сплошная, это уже партия золотых трехот миллионов, то есть не считает, он у нас ставится 300 миллионов. В России, нужно 115 миллионов, цифра была озвучена в Кремле, ну, в инциденте было достаточно много, и так далее. Поэтому очень аккуратно в случае развития. Есть вторая партия, пускай, ну, говорят, в теорию культуру, которые говорят, что, ну, ребята, вы не правы, то есть, у них защищайте репуты не обязательно, но нужно обнять необходимые, идти на другие технологии сельского хозяйства, домостроения, и просто строительства, и всего остального. Ну, собственно, зачем мы и занимаемся? Значит, у меня презентация очень большая, я боюсь, что я все не успею, но я просто буду щелкать, и будет некий, так как, вот это, я постараюсь просто говорить, и некий видеоряд будет, для этого следует. самое первое, вот, я один контур закончил, значит, я технологию, но последние два следа занималась в институте с институтом. И могу сказать, что очень важный момент, то есть, если вы теорию культура не владеете, и растените, и всем остальным, то очень сложно принимать адекватные решения. Так вот, что сейчас происходит? То есть, где они могли, и так далее, что же, то сейчас происходит на системе. Вот эти кривые поможет достаточно дома, да, всем собой. Что-то говоря, они, из них не возникла, теория, устойчивого развития, то есть, вот эти кривые может прийти, перевести в параллельник, прямые. Как это сделать? Это сделать очень непросто, почему? Потому что мы живем в экономике и скопаем лоток. Допливо окончается. Это факт. Медицинский. И хотим мы, никаким мы вынуждены будем меняться. Значит, что сейчас происходит в России, чтобы все понимали, что все вступило в тулок, через два года внутренне цена на энергоносители будет равна европейскому. Это уже, так сказать, проводится, проводит семинары, как объяснить представителям местных, так сказать, органов самоуправления и управления. Значит, почему у нас каждый вот цена на газ подваиваться и так далее. По расчетам математическим, как мы делали, через два года 70% населения будет не в состоянии платить в бюджетах. Вы это должны понимать. То есть, защитная территория и прежде всего через вот эту систему. Значит, ну, про климат, это такое очень темное дело, потому, потому что на самом деле европа сейчас готовится не будет погладанием, вы нам знаете или не знаете. Посмотрите фильм «Процветание». Конец, хорошо написано. Гожливание открывается и северный поток, который, то есть, проводится, да, из России в Германии, да, там не боделся построить ни одного нового предприятия. И надеем. Там, с 16-го года планируется вести строительную норму. Значит, коэффициент сопротивление врачи конструкции 10 во всех во всех в россии два у россии теперь на самом верху две позиции это не мои данные австрийские вот самые верхние две позиции на самые разные виды утеплитель которые сейчас на верхние две позиции как раз местный природный воздумляемый материал именно салон в европе сейчас ехать очень большое значение именно как удивительный материал если вы не искать для того как и воплотки не посадиться в европе на вооруженном семейные племии по устойчивой энергетике там но взаимодействие природа почему-то не бывает это понятно почему я опускаю я сейчас послом покажу несколько картинок застройщиков и архитекторов значит экономистов и всех остальных силы пассивные вот если у вас выкладываетесь в утеплении значит примерно поем дельфиках у него на квадратный метр у вас возникает возможность отказаться от системы отопления и объединитель системы вентиляции это весь пассивный дом вот шестнадцатого года все дома в европе его звуку с такой 220 метров стоит двадцать девять средний класс ну вряд ли он за миллион долларов стаскать будет строить здесь то есть для кого это и практически верю ветер как же прорачивается в эту сторону а не сторону альтернативы что объединяет активный пассивный дом в каждой комнате должна быть обязательно два таких датчик это на co2 и на ловкость почему потому что это термитичные резервативы которые совершенно не дышат и то есть у нас не вентиляции цирку операции все хорошо если мы используем только холодный материал но мы используем этический средний материал маринах выброшена более миллионов как сказать за последние миллиона новых наименований до 1 на 3 процента только его действия на здоровье ничего не знаю вообще то есть до речи и кисну сфикатом материал ничего не гарантируйтесь это уже достать все вы поняли на своей шкурке там тогда искать когда в москве было все новыми домами совсем стали что является но то что видите новая рига года вот это было стоит меня на 3 раза дешевле чем сказать любой дом который делается просто современно отличный год это салон это новый но все но я опускаю я могу на следующее что сейчас нами разработана система когда вот такой дом устроиться за четыре дня таких домов мы говорим синар построили 6 в сибири подмосковье там украина краснодарский край там тогда тогда который действительно то есть это уже садилки получается не в какое сравнение с тем что существует но это же представляет потому что кто-то держит рынок строить категорически за интересом в том что управлять технологии которые как не верят и вот такие дома мы счастливой полностью автономны то есть почему мне он полностью автономно потому что через два года и не будет состояние по вашим дешевле дыха но если вы уходитесь так у вас взять не за что вы не за что не платить это очень важный момент который нужно понимать и еще одну очень на город я 13 лет назад очень глубоко изучал запомнил поселение в америке я как же не курить уже песни не считаю на дабы все лучшие в россии В общем, у нас большая дырка. У нас полностью отсутствует социальная обработка. То есть, если там люди ухуют, а только поселение. Они знают не только зачем и почему, но они помнят, чем они там будут заниматься. Как они там будут заниматься. Ну, короткий пример. Допустим, темно. У них не своя нудренья специализация. Допустим, одно поселение занимается просто активной энергетикой. Это фактически институт, занимающийся активной энергетикой. Фактически институт, занимающийся в тот салоне, что такое? Ну, чтобы было понятно. Значит, вы туда приходите, внутренний день не могут. Деньги выходят в день на счет, если вы отдуху, то вам возвращают. Вы два часа обязаны отработать там, где вы сами выберете. Но на общину, все остальное время ваше свободное. Вы получаете за это жилье, получаете трехразовое вегетарианское питание. Машины, опыта, вообще-то разные. Есть хамеры, роскошные, здесь нам подробности, грузовики-то. Все старики предъявляются на электромобилях и так далее. Поселение существует 63-го года. А вот примерно 3 миллиона долларов. 300 человек. Сириус. Ну, я много... Почему два часа окажутся, что при современном уровне развития технологий, человеку для того, чтобы обеспечить на себя, осеню себя, необходимо уже тратить и работать во твачном случае. А все остальное время тратить на личный рост. Чего не собственно говоря, и дети. А мы работаем сколько? Восемь, да? Это в лучшем случае. Еще один момент. Вот я как бы... Мне в картинке предотвучего... Это очень очень нравились, да? То есть очень красиво все пушисто, но нигде не реализованным. Почему? Значит, есть несколько вещей, значит, которые очень трудно войти. То есть, солнце, количество солнца, которое падает на квадратный метр, оно ограничено. Если вы, как бы, не изгибрялись там с инсоляцией, у вас хорошо с инсоляцией не получится, если вы очень сильно уплотнете. Это один. Второй мы. Мы, и не только мы проводили исследование, вот он к энергетике, влияние жесткритонных конструкций на здоровье человека. Вот если вы зайдете 10 человек, он вставит специальный прибор, как он измеряет ваш укороны, посмотрим, что бы с ней происходить с инсоляцией, за 40 минут, а ур сожмется на 40%. Терпичи на 25%, заселькатель на 20%. Дерево нейтрально, в целом, ременов, повышает на 10%. Это научные данные, полученные нами, немцами, семестрами. Понятно, да? Ну, за это у меня все. Можно одно слово? Игорь, можно одно слово? Одно, не, не коротко, а просто одно слово. Я хочу сказать, что вот Евгений Иванович Широков и несколько еще соратников и коллег, его партнеров, это абсолютно мировой тренд и лидирующий мировой тренд. И у меня, когда я вот с ним общаюсь, слушаю, каждый раз возникает только один вопрос, чем занимается российское государство и наш федеральный центр. Помимо всякой, не буду говорить слух, чем. Почему? Почему? Для этих абсолютно отработанных, существующих лидерских, мировых решений не создается форматор реализации. Вот и все. Спасибо. Ну, вот получается, что эко-поселение в этом смысле это не только экспериментальная площадка, а фактически такой вот секретный объект для экспериментирования, который нужно, так сказать, каким-то образом сохранить. если там Евгений Иванович в конечном итоге во всех этих двух статах существующих эко-поселениях появится по одному-двух домов вот такого типа, после этого предъявление этого масштаба оно уже будет совсем другим, выглядит совсем по-другому. Но на некоторое время, возможно, действительно, это я так специально утрирую, имеет смысл уйти в партизанах, да, для того, чтобы не получить еще третий ордер, который может оказаться решающим. Значит, так вот, по поводу, так сказать, партизанства и здорового, да, значит, мы сейчас пока оставим эту тему, а тем не менее, я бы хотел, у нас уже время заканчивается, мы пытаемся до 18 часов все наше отыскать все мероприятие завершить, и дальше там, ну, вар, естественно, мы еще будем иметь возможность продолжать. Кстати, напоминаю, что завтра еще третье мероприятие из всех наших мероприятий большой консультационной недели. Завтра в клубе экономика заслуг, который развивает вот такую особую концепцию экономики, будет тоже выступление Иван Станиславовича Гончаровича, и, естественно, все, как бы, приглашают туда послушать. Так вот, я бы хотел завершить наши такие посиделки все-таки двумя выступлениями, которые касались, касаются в той или иной степени участия и поселений в некоторых общегосударственных делах, общегострановых таких программах. И здесь вот я хотел бы услышать вот Георгию Александровичу предоставить слово по поводу координации экологического связи с разработкой лесной политики. И дальше Александр Николаевич и Евгений Горгиев по поводу усиления мудрощих комитетов. Да, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел сказать, что я вчера уже высказывался, что, мне кажется, российские поселения не нужны повторять те задачи, которые уже решены в зарубежном. Органическое питание как стандарт уже распространено. И создавать такой прецедент не нужно. А для этого нужно посмотреть, какого масштаба задачи сегодня решаются. И мне кажется, что в первую очередь надо обратить внимание на те крупные проекты, которые сегодня в мире идут. Один из них – это создание Всемирного банка семян. Мы знаем, что в пяти странах мира он реализуется. Один из них – это Великобритания, который в двухтысячном году его начало, в миллениум. И через три года они сделали полностью Великобританию и 10% фунеров. Они бегают иметь в виду семена всех, то есть травы, растения, то есть деревья. И когда вот идет речь только, например, о старых растениях, но это как бы маленькая задача, вот этой, некоторой большой задачи, которые сегодня в мире решаются и по воспроизводству даже исчезнущих растений сегодня можно обратиться и заказать их банк семян и взять. Понятно, что эта задача решается всегда сетевым образом. То есть нужны площадки, которые поддерживают, воспроизводят и могут поддерживать. На самом деле на каждой площадке за 70 климата совершенно небольшое количество семян рождений. и здесь, мне кажется, ну вот если брать например ту же самую лесную политику, то нельзя срабатываться на одном, два, два видах дерева, а это нужно идти речь о том, что мы должны быть подделанным. к участию в этой части. Второй момент, который хотел сказать, что появляются сильно интересные новые технологии, вот например, многие как черта Ладану боятся, так сказать, как Ладан, черта Ладану боится, значит, секвенирование кенома, но при этом это очень интересная технология в отношении растений. Что она дает? Сегодня штрих-код можно получить в сорта растения. Это значит, что это единственный способ в домашних буквально условиях убедиться, было ли оно геномодифицировано или нет. То есть новая технология на простые по биомаркерам позволяет это убедиться. А не так, что, ну, а мне сосед сказал. Вы знаете, то есть мы понимаем, что без новых технологий невозможно даже реализовать свое собственное решение. А вот, например, с этим секвенирование кенома очень интересные проекты делаются. Приходит сушива, берут ледучая рыба, смотрят, секвенирование кенома, и с него, что ли, все львовные. То есть, на самом деле, и с растениями на самом деле то же самое. Кроме того, появляется возможность в часы находить новые виды в растении. Потому что, когда есть база, когда можно взять этот код, смотреть его, вы получаете штрих-код, и окажется, что это еще не открытый вид на самом деле. То есть, он существует, но он не занесен. Третий момент, на который хочу обратить внимание, кто там следил как-то за моими публикацией в интернете, знает мою позицию по поводу энергетики. Я считаю, что нет альтернативной энергетики, происходит общий процесс приватизации средств производства энергии. Всех видов, и старых, и новых. это другой процесс, он как бы мастеруются, мне кажется, с этим идеей альтернативности или возобноваемой энергии. Но за ним стоит совершенно новый технологический упак, появление так называемых технологических компаний, которые зарабатывают не на продаже ресурсов, а на продаже машин для производства ресурсов. Вот кто главный союзник, мне кажется, всех, кто там собрался за этим столом. Потому что в радикальном постановке вопроса кто заинтересован как бы в том, чтобы ресурсы могли производиться на месте. Те, кто дают оборудование, машины для этого и получают сервисный платеж за то, чтобы все работало. Это другая экономика, не буду углубляться, но посмотрите, пожалуйста, это как один из вариантов. Мы понимаем, что, например, те шаги, которые могут произойти, должны в этой области домашнего типа газификатора. когда вы один куб растительности бросили и месяц получаете биогаз. Они сегодня все ориентированы на крупное производство, а вот эта приватизация просто делает другой масштаб совершенных изделий. Я прошу прощения, вот тут очень важно, так сказать, на самом деле все эти поселения особое внимание подают словам. Поэтому я буду аккуратно, когда говорят приватизация, то в основном это слово занято за определенным процессом, связанным с приватизацией собственности. А в данном случае здесь приватизация, то имеется в виду, что само производство энергетики приближается к потребителю. В этом смысле приватизация. появляется потребитель производитель энергии и он является приобретает машину, ее сервисное поддерживание, а энергия и все ресурсы, энергия это только малая часть, но на примере проектированных биоциноза мы должны понимать, что сегодня технологическая оплата создана для того, чтобы производить и воду достаточно чистую, идеально чистую, скажем так, и воздух и все остальные вещи. Это идет речь о выстраивании биоцинозов, которые позволяют в том числе и в городах это сделать. И вот что касается лесной политики особой оценки хотел обратить внимание, мы понимаем, что сегодня есть разработка лесной программы с 12-го по 20-й год, след за ней будет разрабатываться лесная политика и один из важнейших элементов в ней, мне кажется, это сообщества заинтересованные в том, чтобы эти территории развивались не только как хозяйственные территории, но и территории исключительно одного типа хозяйствования. Здесь абсолютно мировой тренд связан с многоцелленно использованием лесов, когда 10-12 функций накладываются и они здесь делают. Из того, что может быть наиболее реалистичным это группу лесов выделить и обозначить добиться того, чтобы в программе был обозначен процент выборочных рубок. Сегодня это по выбору буквально лесоустроителей делается. Если будет обозначен процент, который должен быть обязательно вырублен в Россию и обозначен выборочных рубок, то понятно, что это всегда вокруг поселка будет. То есть защитная высота, Ну и вот в совершении хотел сказать, что я просто самым внимательно занимаюсь тематика связана с технологическими компаниями, мне кажется, что это союзник с будущим. Компании, которые заинтересованы в наиболее долговременных машинах, поскольку они получают сервисные взносы, то что они работают. То есть ни за что фактически и нужно соглашаться на это, поскольку тогда машина будет идеально хороша. Во-вторых, они играют в другую игру вместо продажи ресурсов. Есть совершенно уникальные проекты, может быть в другом формате подробнее рассказал, это американская деревня, которая разрабатывает сегодня международный проект 50 основных машин цивилизации. В интернете выкладываются все до микропрограммирования процессоров для этих машин. Это что значит, что в 10 раз дешевле при наличии головы и рук можно сделать основные машины. Это не архаичная машина, дескальгер принтер. Кроме того, и другие можно посмотреть детально. Это что значит, что это тоже элемент игры в технологическую компанию. Следующий знание о том, как производить машины. Мы делимся консультируем. Это как бы трансфер знания, который все равно будет облачиваться. совершенно другая экономика, которую мне кажется нужно научиться вместе все играть. Спасибо. Спасибо. Александр Николаевич, про заселение пустующих территорий очень диджей. Очень красиво высказал последний доклад, что там все классно. Моя тема профессиональных аэродических наук это создание природных территорий. здесь есть целая команда у нас которая работает. А сегодня я буду говорить о теме поселения России и приход на новые качества. Я здесь хочу сказать, что мне абсолютно согласен с поселением и несколько лет назад я ездил по поселению и мне говорят, ребята, вы контроли спальные районы, вы чуть-чуть лучше, чем ночные поселки, ездите в город и вы на прямом зависите от этой городской визиализации, которые убежали. А там еще была более грустная статистика, когда 30% поселения это так, что люди, которые купили земли там не живут, еще там часть дачников и часть живут за счет того, что строят дачников и очень молодчай и работает в городе. Такая вот очень достаточно сумма безсложная ситуация. Но я хочу чуть-чуть скачет в сторону сказать, что это действительно социальное явление новое и я его достаточно серьезное исследование поселения и собственная площадка. Значит, здесь я быстро пробегусь. Все-таки я считаю, что эко-вилоч и переведенная эко-деревня Россия к поселению оно в основном направлении стучи развития это все знают. Вот поселение такая вот красивая фраза, которую я выращу это какой-то академент наш сказал, что строительство и развитие невозможно создать исходя из традиционных общечеловеческих представлений ценностей стерептик мышления. Она требует выработки новых научных и различных подходов. Здесь я могу сказать, что с одной стороны это социальное явление, с другой стороны это социальная лаборатория. Мне жутко нравится. Это американское поделение, которое возникло в 80-х годах, без хиппи, с трапки, с салонами и так далее. А сегодня это очень мощная фирма, очень серьезная экономика, и там многому есть что получиться. просто хочу сказать, что моя позиция в этом составлении, что экоподеления не выживут, если они не будут самодостаточными, и они могут использовать эту частичную законодательную функцию, связанную с устойчивым развития устранения. Это понятие скреплено в ее строительном комплексе. У нас есть концепция устойчиво развития сельских территорий до 20-го года. Устойчиво усиления доно Робертон Гилманом в 74-м году, и оно достаточно сильно сказано, и там нечего практически добавить. Значит, автономика усиления это создание финансовой независимости, например, фирма 71-го года, экономические направления, обеспечивающие финансовую независимость, 12-го направления, статистическая деятельность, техника, вращение сельхозпродукцией, но TheFarm, посмотрите, там очень красивая экономическая модель, очень сильная. Значит, все, что я вижу сегодня для задач российских подселений, это то, что мы сейчас делаем, это усилие влияния на общество путем объединения с российскими экодовижениями и выход из изоляции. Очень красиво недавно, вот я принял вчера, мне как бы уже такая изоляция в экодовселении, когда человек говорит, что вот наш метод жизни самый лучший, самый сильный, поэтому мы ничем вручительность не будем. Это российская, сильная форма самуизоляция, она просто, это внутренняя тюрьма, что называется. Активизация работы с государством на этих трех уровнях, здесь много чего, о чем можно говорить. Единственная проблема, которая здесь возникает, вы ее все знаете, Тимур Шал озвучил, нам наше дело все тупим, наше дело публику. Здесь у меня комментарии нет, но мы работаем. Модернизация экопыстрений с выходом на финансовую независимость от города это единственная решающая такая позиция, в которой экопыстрений не выживут, они будут существовать, и существование в принципе несмысленно. В этом направлении существует собственная культура экопыстрений и существует очень край. Вот Евгений Моншероков по два часа в день нужно работать, а остальное время мы отдаем наши деньги посредникам. Это что о чем сказал Федор, что собственное яблоко это мы никому не пратим, ни от кого не зависим. И более того, когда мы здесь живем и покупаем продукты, мы действительно активно поддерживаем этот рынок, который уничтожает наших детей. так нужно. Значит предложение такое уже немножко кудрюле программа своей территории территории развития, охраны здоровья человека все в одном пакете и можно превратить технологии. Что нужно делать это анализ системы тучи территории разработка обладать внутреннего базы создания поделения. Это работа технологии такая. С чего нужно начать? Значит сегодня у нас существует уже в течение двух лет я создаю как некий сетевой пункционный ресурсный центр мы пытаемся сделать. Проблема еще интересного поделения. Мы обследовали я просил репартов хотите заниматься разведением лучше отчетения на стартап и так далее. Паразительные спилки делают очень интересные красивые проекты и детские лагеря проводят и оздоровительные и чуть-чуть только не делают. Но фаррэзингом они занимаются не то, что не хотят этого честно сказано, но надо пойти в шутку, чтобы они поняли, что это они сидят на живых деньгах которые не получают. Начинаем с этим активистом работают уже два года в таком режиме в Центресу. У нас очень хорошая площадка в НГСУ и Евгений там два раза где-то у нас там есть активная поддержка мы будем дальше работать с этим вузом который в том числе не обладает закладывать инициатива но он может государственные программы и как сказать успех делать и я плаваю для того чтобы создать некий такой имидж три крупные площадки для тиражей накопленного опыта значит программа развития сегодня значит и тут приговоры с комитетом гражданских инициатив АСИ и седральное министерство региональной программы которые могли быть использованы денег на то чтобы развивать телкопоселение не нужно и еще самая последняя вещь которую понимают что деньги просто так давать нельзя они просто возвращают вествии и стимулируют такое иждивенческое отношение сегодня это очень серьезные учебные центры я пытаюсь создать научный пассиволок экологических состучивающих развития я приняю за внимание спасибо деньги просто так это вроде бы не проектов поселения тут скорее наоборот ситуация такая что может быть они просто даже не хотят там где в принципе они возможны то есть вот это отказ при лечении внешних ресурсов для них такой сознательный такой форсированный экономический минимализм он на самом деле действительно присутствует и сфиксирует но закончить все наше мероприятие я бы хотел еще одним коротким выступлением связанным вот с чем мы действительно в рамках исследований ну и в общем вчера много поэтому говорите что российские поселения они конечно ну и не тот российские многие они конечно связаны не только с экологией такой физической собственности да про которые мы сегодня говорим не только там с экологическим хай-теком но и с некоторым такой экологией души в российских селениях особенно в этом классе которые относятся как бы родовые поместья там это даже является как главным доминирующим аспектом то есть прежде всего люди уходят из города не не только потому как загрязнение такой а они уходят от загрязнения культурного они уходят для того чтобы сохранить в чистоте ну как по крайней мере каждому представляется в чистоте прежде всего некоторые морально-нравственные свои доски основы которые для них являются ценными собственно для сохранения ценностей и вот на этом культурном аспект я бы хотел предоставить слово семейченко Евгений Владимирович который расскажет про фестиваль русской культуры домострой 21 век само по себе сочетание довольно парадоксальное и это как раз будет таким нашим финишем связанным с культурным аспектом развития поселения спасибо большое за слово семейченко Евгений Владимирович домострой 21 век и основное сегодня сегодня на втором заседании вчера я прошу сегодня переоделся и глаз снял все те же самые люди но сегодня выступление гораздо ярче эмоциональнее и в общем сегодня сквозит эта идея источиться она везде я хочу на нее застрелить еще раз внимание и поделиться в общем-то собственным примером с вами я понимаю что у меня буквально пару минут я каким-то тестами буду говорить а опускать слова и фразы которые вы смазывали эти тесты по собой начну вот с того что экология это наука о доме все знают о доме взаимодействующая система жителей пространства для жизни это тоже общая система ну вернадцать у нас еще вначале я как раз предложил термин биогевоциноз и в каждом нашем доме есть правила жизнеустройства которые организуются в культурах что такое культура культура динамическая система передаваемость поколения в поколение ценностей и запретов эти культурные правила правила русского народа особо нуждаются в исполнении в таком важном феномене как в общем-то эко-поселение важно ли заниматься зеленым строительством важно ли заниматься экологическим например производством важно энергосберегающим технологиям важно но вся важность уменьшается на фоне важности культурной в семье сослуживцами соседями вообще государства сограждан наш фестиваль начал свою деятельность именно с этой важности именно с культурной важности на 12 гектаров Московской области мы создаем инфраструктуру для того чтобы это продвигать жизнь и мы это видим как единение нескольких срезов это взаимодействие ландшафтной составляющей экологической составляющей здесь хозяйственной и спортивной и научной и музыкальной и самое главное социокультурной составляющей вот взаимодействие этих составляющих экологии при главенстве русской культуры оказалось очень привлекательным для многих людей и организаций и что я имею ввиду у нас создался эволюционно проект культурного взаимодействия где участвуют вот по этим составляющим которые очень раньше сказал например географические факультеты наук который занимается вот ландшафтной составляющей везде ну в общем-то благодаря его помощи мы будем делать там геологии оба стране биологический факультет но это биология экология по названию понятно гаиш государственные астрономические институты мишки текущей темирец сельхозакадемии они например на нашем участке делают две магистрские диссертации гендеропаркных закладов и так дальше и так дальше в общем-то моего выступления было связано с том что предложить такую мысль что это поселение нужно в каждый дом наш и в Москве тоже и в общем-то добро пожаловать в наш века культурный фестиваль замострой 21 века адреса есть адреса есть замострой 21 век .рдф это и есть наш адрес и коллеги тем не менее подходили друзья коллеги о том что вы есть еще несколько слов мы уже не как бы списка да кстати еще у вас тоже было что-то ну вот как мы вчера говорили то есть самое важное в течение 30-40 секунд самое важное что еще надо сказать забравшихся здесь что действительно хочется сказать необходимо Василий Ковчег и Сергей Райерский тоже Ковчег и больше нет желающих чтобы мы никого не отняли все по 30-40 секунд пожалуйста уважаемые я действительно повторяю самое важное прежде всего с нашими уважаемыми социологами хотел бы подспорить из их паразигмы социального эскейпа эго-поселения как социальный эскейп на самом-то деле на наш взгляд я представляю именный экспертный совет который не только организация но и духовно-нравственный орден это о теологии о которой здесь говорили так вот концепция это здесь на наш взгляд и оценка другая это позиция хозяина того самого хозяина всей земли в целом и в частности нашей страны и этот хозяин он понимает что хозяин останется тот тот же и поэтому он сейчас выбирает себе эффективное место своего места жительства и именно это и подвигло нас всячески помогать этим селениям они может быть этого сами еще теологически идеологически не поняли что они делают они гениальны своим чудом они ушли туда и туда будут уходить те люди которые поняли что нынешняя цивилизация обречена и сколько бы мы ни говорили о современной экономике и о экономике мертвых они да согласен они фактически остановили прогресс и мы должны это сказать открыто прогресс я имею ввиду в том смысле в котором его понимает традиционная современная наука я говорю о том взгляде который у нас есть они я еще раз повторяю они могут не придерживаться этих взглядов так вот позиция футболистов которые он он полностью совпадает с позицией наших экспертов скажу чуть-чуть об образовании буквально два слова вот здесь говорили а что же дает что может дать обратное это поселение в которое пришли люди с высшим образованием так вот я не считаю себя гением но наша организация гений есть и люди которые разработали единую теорию геологии атмосферы они не имеют высшего образования они просто природно чувствительны и вот те дети о которых здесь говорил товарищ вот они природно чувствительны они гениальны по своей природе и в любом месте где они находятся и любые члены этого поселения особенно те которые выросли там они создают свою реальность они будут продуцировать везде где окажутся и они станут лидерами везде и за ними будущее спасибо здравствуйте я хотел сначала сказать огромное благодарность вам да 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 за то что вы сделали и за возможности этого вообще контакта на который в свое время мы не могли даже рассчитывать то есть вот с Федором мы вместе в течение 10 лет этим всем занимались и я хотел посвятить некоторые вещи которые к сожалению прозвучали не разу допустим на этом заседании и вчера тоже хотя оно имеет прямое отношение к такой вещи под социальной ответственности о которой вчера говорилось вот то есть банка поселения те которые сейчас есть идут люди по двум основным мотивам первый мотив который озвучился это просто попытка обеспечить себе и своей семье лучшие условия скажем так потребительская позиция и вторая позиция это именно желание улучшить улучшить весь мир то есть вы знаю и провалить наверняка с этим сталкиваются я не буду это все сейчас много пояснять и самое главное что ответственность заключается в том что люди пытаются своих детей выращивать в условиях создать им условиях в которых эти дети могли иметь позитивный настрой творчество социальную активность то есть это у них природным образом начинает открываться независимость априотизма понятие чувства родин для них это не пустые слова они в этом месте выросли у них там друзья причем такие друзья которых например у меня не было в детстве они живут вместе хотя это не они дружат не потому что они заключены в одной банке они просто вместе живут друг другу помогают дальше мы пытались этим заняться в первую очередь для того чтобы в том числе и у семьи и у нас была скажем так безопасность и что-то из этого мы можем обеспечить себе сами но что-то может сделать только правительство вот я еще раз хочу вам борься благодарен что в данном случае мы можем поставить задачи которые можно сделать только наши государства власть там или правительство то есть экологическую продовольственную физическую безопасность это мы сами состояние обеспечить нам не нужен для этого ни денег там допустим ни средств экономическая безопасность в том числе даже сейчас этот вопрос не проработан все об этом говорят все это прекрасно в любое поселение прежде чем можно увидеть массу недостатков но люди живут об этих условиях короналекозно эти вопросы решатся они уже начинают решать они дозревают до этого всего и рано или поздно эти вопросы решатся но есть еще вещи другие социальная безопасность и правовая так вот социальное дружелюбие пространство любви которые люди вокруг себя формируют это то главное что они для себя делают это опять же они делают сами но правовые аспекты это самое важное от чего все мы очень сильно зависим и что мы обеспечить смысл это не в состоянии я могу сказать за последние годы много проведено работы я могу сказать что в существующем правовом поле достижение основных принципов формирования поселения в том виде как вот например я увижу невозможно оно просто невозможно существующие институты собственности правообладания там допустим многих других вещей они просто исключают от возможности я не юрист но извиняюсь гражданский кодекс мне пришлось выучить по всем соответствующим разделам Василий вот подтвердил вот и поэтому от правительства и от государства мы просто хотим попросить я хочу попросить во-первых что необходимо в настоящее время исследования взаимодействия социальных и правовых аспектов в том виде в каком они проявляются имя поселения именно что позволяет людям жить в том социуме в котором они для себя построены именно правовые и социальные аспекты это как раз вот тот вопрос о котором допустим нет дальше необходимо проработать законодательству в области правообладания и самоуправления потому что эти вопросы есть но правообладания оно все сосредоточено вокруг частной собственности я не говорю что я сейчас я сейчас не говорю что частная собственность это плохо но к сожалению у нас она во всем мире сведена к состоянию когда собственник прав во всем то есть ему достаточно оформить право собственности на какой-то объект и после этого тем людям которые вокруг него живут могут диктовать что угодно он может управлять кому угодно тот человек который приедет мы не знаем что он будет делать и как будет себя вести а человек который нам подложил такую мину он просто уезжает его это не волнуто и получается после этого веселся начинает развалиться и это узел напряжения очень серьезно которую людей присутствует и назревает даже и самоуправление существующие федеральные законы по самоуправлению я уж не говорю про территориальное общественное самоуправление тос это вообще но с моей точки зрения почти пустое я приношу извинения тем людям которых можно дать но в этом ничего не что могло бы нам помочь поэтому это необходимо про это необходимо изучать это необходимо проработать все огромное спасибо за внимание правовое поле в котором живут это поселение это конечно проблема которая вчера возникала и сегодня действительно сергей очень пределы отметил вообще говоря магистральными направлении к которым надо работать и по поселению при этом я хотел бы в заключении вспомнить один президент который вообще говоря в нашей российской истории был может быть кто-то его помнит из старшего поколения было такое движение мжк молодежи жилищных комплексов ведь поначалу они тоже фактически некоторые первые и есть вне правовых рам они ломали те правовые рамки которые что вот эти единичные кейсы значит они бы так и остались единичными кейсами если вы не произошло просто принципиального поворота а именно эта инициатива стала на какой-то момент государственной политики хорошее решение жилищных проблем или плохое но в рамках одного очень короткого исторического этапа было построено море в разных городах молодежных жилищных комплексов под это дело вы не изменены принципиально право как бы правовое поле будет обеспечивать вот этот самый это движение в известной степени это поселение сейчас находится приблизительно в том же самом положении отдельные случаи отдельные кейсы пока существует очень шатком и очень слабым таскать не правом поле отдельные действия которые есть осуществляют фактически является запретил право но по некоторым причинам еще что и позволить и перевод этого действительно правовой формата и дальнейшее развитие требует того очень просто вот этого перевода когда отдельные кейсы могут соединиться и как когда отдельные значительные таскать явления которые вроде бы незаметны чиновникам становится мощным социальным явлением которые уже вынуждена будет учитываться и при разработке соответствующих нормативных нормативных актов вот этот поворот и обеспечение нормативно правового поля это значит сейчас главное я думаю что по этому поводу наверное теперь вот когда многие коммуникации между поселениями устраиваются теперь становится возможно совершенно понятно что решение такой задачи невозможно одному-двум-двум-трем поселения вот они могут выстроить свою собственную жизнь но приведение этого права в контексте невозможно это только вместе вот на том чтобы мы в дальнейшем все-таки действовали вместе согласованы каким-то образом они проводили какую-то общую политику поселения и закончу это замечательное мероприятие спасибо всем большое